Народная славянская радио 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 Когда начали появляться Чуть позже первые земства И народ начали знакомы С западной медициной Появилось уже такое выражение Русская народная медицина А до этого Весь русский народ Он пользовал сам себя Собственно говоря Только теми медицинскими знаниями Которые имел И не было понятия Там народная медицина Ненародная медицина Ну и более того Все Ну не все Хотелось бы конечно Не то что хотелось бы Но с моей точки зрения Это так Будучи более Как сейчас говорят Политкорректным Следует отметить Что многие Многие Современные методы Современные препараты Они берут начало Из русской народной медицины Я бы даже В данном эфире Использовал Не название Русская народная медицина А русская народная Медицинская мысль Почему? Потому что Медицина Это прежде всего Наблюдение Это прежде всего Опыт Это прежде всего Исследование И эксперимент И на основании Этих событий Этих действий Уже появляется Какой-то закрепленный факт Который впоследствии Используется Как аксиома Который используется Как постоянный Действующий Фактор И к которому Прибегает Безошибочно Получает ожидаемый Нужный результат Так вот Развитие Русской медицинской мысли Было очень глубоко И на данный момент Даже современная медицина В некоторых частях Не может Эту медицинскую мысль Понять и осмыслить И для этого Она ввела такой термин Как так называемый Комплементарная медицина Сюда входят Пиявки Сюда входит Аутогемотерапия Ну и Многие другие методы То есть Что значит Комплементарный метод От слова Комплемент Где Между наступившими Позитивными Терапевтическими Последствиями И Примененным Методом С точки зрения Официальной медицины Не прослеживается Прямая взаимосвязь Поэтому Они называют Эффект Как комплимент Доктор Произвел Какие-то действия И вот В качестве комплимента Человек вызвали Поэтому называют Комплементарно Они не могут Произвести Точную Связь Имеют предположения Имеют догадки Но Полностью Осмыслить не могут Так вот И Русская медицинская мысль Она Собственно говоря Опирается на Все разнообразие Окружающего Человека Пространства Она Использует Природу Которую Окружает Человек Прежде всего Она Использует Разум Самого Человека Для его Исцеления Если мы Говорим О природе То Для Русского Исцеления Для русского Целительства Используются И травы Используются И деревья Используются Даже И пеньки Есть такой Способ Лечения При помощи Пня К ней Сегодня тоже Расскажем Кому-то Интересно Используют И животных Используют Как наблюдение За животными Используют Также и Самих Животных Исцеления Излечения Используется Свет Используется Тепло Используется Холод Используются Конечно Способности Физические Способности Самого Человека Используются Его руки Голова Ноги То есть Способов Методов Во всем Многообразии Русской народной Медицины Огромное Множество Сегодня Вряд ли Мы успеем Затронуть Все аспекты Мы поговорим Об основных Направлениях А также Хотел Предложить Поговорить О Развитии Медицинской Мысли Медицинского Не медицинского А мышления Здорового Человека Я как-то Получал Первое Свое Высшее Образование И Преподаватель Я По первому Образованию Юрист Так вот Преподаватель Нам Говорит Что Вы Когда у нас Здесь учитесь Вы там Не учите Законы Статьи И так далее Мы пытаемся Вас научить Юридически Мыслить И вот Люди Которые Занимаются Изучением Систематизации Среди наших Слушателей Я уверен Могут Таких людей Знаний По поводу Оздоровления Различных Методик Лечения Я бы Приложил Вам Заниматься Не то что Складированием И систематизацией Архивализацией Каких-то Методов И практик А Развитием У себя Именно Вот Мышление Здорового Образа жизни Здорового Человека Даже не образа жизни А мышления Здорового Человека Ведь Если человек Будет мыслить О здоровье И Самомышление Будет здоровым То тогда Человек Не будет иметь Ни одной болезни Никакой Ни душевной Ни телесной Хвори Его Не хватит Скажем Алексей Ты что-то Добавишь Да Что-то Добавить Все сказано Тобой Имеет место Быть И Неоднократно Тоже Наблюдалось О том Что Здоровый Человек Не тот Кто Жрет Таблетки Горстями Не тот Кто Пьет Лекарства Стаканами Тот Который Правильно Мыслит И не допускает Проблем Со своим Здоровьем Это Первично А уже Второе Это Когда Нужно Что-то Подкорректировать Может быть Где-то Что-то Упустил Вот Тогда Уже Приходится К сожалению Прибегать Но Те Которые Люди Все-таки Целительство О своем Здоровье Здоровье Окружающих У тех Как правило Проблем Не возникает Или если Не возникает Они такие Поверхностные Очень легкие Быстрорешаемые Ну Конечно Итак Давайте Начнем Скажем так Со слов Русской Народной Медицины Кто Является Субъектами Русской Народной Медицины Это Здесь Можно Сказать То есть Субъектами Носителями Представителями Русской Народной Медицины Это Всем известные Целители Это Лекари Это Знахари Зачастую Говоря об этих Образах Понятиях Мы подразумеваем Одно и то же Хотя на самом деле Если вдаваться в суть Существует Некая разница Начнем С лекаря Кто такой Лекарь Ну Лекарь Человек Который Использует В своей практике Лекарство Лекарство То есть Снадобья Зелья Приготовленные Для Того Чтобы справиться С какой-то Определенной Задачей Это лекарь По сути Задача его Он Восстанавливает Здоровье Он правит тело Физическую часть Целитель 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 Ну Как правильно Сергей Заметил Это Человек Который Приводит Состояние Другого Человека К целому То что Человек Становится Целостный Человек Становится Гармоничный И Этот человек Целитель Корректирует Дальнейшее Движение Развитие Человека На своем Жизненном Бути Зачастую По Образу Мышления По образу Речи По поступкам Человека Можно предположить Какими заболеваниями Теми или иными Он будет страдать Какими возможно Заболеет В ближайшее время И что нужно Сделать Уже на данный момент Для того Чтобы это Предупредить Вот То есть Целитель Общаясь Человеком Или Наблюдая То Как он Живет Мог Сделать Выводы О дальнейшем Развитии События И каким-то Образом Подсобить Человеку Оказать Помощь Подсказать Направить Его Для того Чтобы Дальнейшее Развитие Этого Человека Было Целостным Ну и Знахарь Знахарь Насколько Я Полагаю Знаю Мое мнение Это Слово Берущее Свою Исток От слова Знать То есть Человек Который Знает Что Делать И В данном Случа Но это Возможно Мое Субъективное Мнение Знахарь Он Объединяет В себе И Лекаря И Целителя Почему Поскольку Он Ну Моей Точке Зрения Не всякий Целитель Мог Быть Лекарем То есть Не обязательно Ему Это Этим Нужно Было Владеть Он мог Целить Человека И При помощи Энергетики Он мог Целить Человека И словом Другими Вещами А Владеть Секретом И Знаниями Изготовления Лекарства Не обязательно Это было Для него В то же Время Лекарь Не обязательно Мог Глубоко Разбираться В сути Человеческой Души В том Кто этот Человек И куда Путь Держит Для этого Скажем так Он Есть Целитель Этим Занимается Лекарь Занимался Именно Изготовлением Сбором Культивированием Лекарств Средств Зелий И так далее А знахарь По-моему Он Такой человек Который Сочетает В себе И Умение Лекаря И Знание Целителя То есть Человек Который Знает Откуда Он Возможно Идет И Куда Он Идет И Каким Образом Помочь Другому Ведь Зачастую К знахарям Ходили Не только За Исцелением К знахарям Ходили И за Советом К знахарям Ходили При различных Сложных Жизненных Ситуациях И Каких-то Обстоятельствах Не требующих Предлагательств На мой взгляд Так Как ты думаешь Сергей Алексей То есть Прошу прощения Знахарь Да Это Такое Более Углубленное Знающий Хар 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 Ну понятно Кто занимается Буквиц Что там Растолковывать Да Это который Азу Может Рецепт То есть Не просто Говорить А проводить Какие-то Действия И Причём Утверждает Тоже В Законченном Виде За который Ещё Если мы Отталкиваемся Не от Буквицы А от Образов То вот Есть образ Харя Харра Это Что-то Такое Свойственное Каждому Человеку Характер Вот отсюда Её слово Свойственное Человеку Ну Харя У нас Сейчас Представляется Что-то такое Мерзкое Гадкое Противное То, что Часто путают С рылом На самом деле Хара Харя Это Несколько Другое То есть Не в упрощённом Я имею ввиду Понимание И тогда Знахарь Да Это Знающий Основы Жизни Человека Могущий Донести До человека Что-либо Вот И в этом Случае Здесь Более Глубинно Хотя И каждый Из Перечисленных Тобой И лекарь И Знахарь Они Тоже Очень Существенные Значимые И Вполне Возможно Что Каждый Из Перечисленных Тобой Мог быть И одновременно Знахарем Лекарем Да И Лекарем И Каким Татравником Или кем-то Ещё И целителем То есть Он мог И быть Ведуном Например Исцеляющий Душу Человека Помогающий Разобраться В пути Жизненном И тем самым Избавить Проблем Со здоровьем Которые Возникают В этом случае Если человек Идёт Не в то направление Не туда Так что Здесь Всё это Пересекаемо Но есть Какие-то Спецификации Здесь Я с тобой Согласен Да Действительно Благодарю За пояснение Очень важное Сейчас Подсказала Такую мысль Что Для каждого В зависимости От его уровня Развития И воплощения Лехарь Знахарь Легоцелитель Представал В своей Ипостаси Человека Достаточно Развитого Он мог Представляться И знахарь Представать Как знахарь Как целитель Он мог Обратиться К нему То есть Знал что Спрашивать У него Поэтому спрашивал А у человека Менее развитого Допустим У жителя Или Человека Занятого Ну скажем так Обычный житель Он Мог просто Сам по себе Не думать Об этих вопросах Они могли Ему не приходить В голову Поэтому Подобный человек Представлялся Для него Именно просто Как лекарь То есть Человек Который лечит Человек Который делает Лекарства Я думаю Это действительно От степени Восприятие Человека Насколько Окружающие Люди Его воспринимали Каждый По-своему Поэтому Он мог Представать В разных Хипостасиях Вот давай Как это есть В одной передаче Обратимся К помощи Зала У нас Здесь есть Чат Давай Обратимся К помощи Чата Вот Славий Написал Хара Ха Это равновесие Центр Основа Ра Свет От Бога Энергетический Центр Находящийся В области Пупка Центр Жизненной силы Дать похаре Это не совсем В лицо А в живот Вот Васильич написал Лекарь Лечащий Карму Знахарь Знающий Хару Ведун Ведующий Душу Колдун Колющий Душу Вот Такие У нас Интересные Есть Здесь В эфир Из чата Дополнение Пояснения Вот Как интересно Вживую Общаться С людьми Столько Всего Интересно Узнаешь Так Ладно Давай Дальше Ну Хорошо Тогда давайте Дальше Дальше Думал Поговорить О Основных Методах Которые Мы Используем В народной Медицине Прежде всего Это Методы Латки Правки Зачастую Мы Используем Эти слова Как Взаимозаменяемые Говорим То Правка Живота Латка Живота Правка Позвоночника Как угодно И Многие Особой разницы В этом не видят Хотя я думаю Что это Для человека Стремящегося Разбираться У всех этих вопросов Достаточно Существенный момент Так вот Между Правкой И латкой Есть на самом деле Разница Она Небольшая И Со стороны Иногда Даже сложно Понять Человек Правит он Или ладит Так вот Основная Разница Заключается В том Что правят Можно сказать Даже Вначале Правят Потом ладят То есть Сначала Нужно Что-то Исправить Восстановить Систему А потом Отладить Ее работу Если уже Так почти На бытовом языке Говорить То есть Если мы имеем Разрушенную Конструкцию Мы ее сначала Исправим Поправим А затем Наладим Работу Этой конструкции Вот Включаем так же И со словами Правка И лад Что касается Правки То Здесь Может быть Если так Сравнивать Ложение И правку То Правки Больше Таких Не то Что больше Чем Лад Более Скажем так Активные Более Может быть Жесткие Методы Иногда Нежели Вложение Потому что Вложение Зачастую Используется Для Снятия Уже Каких-то Болезненных Ощущений Для того Чтобы наладить Движение Энергии По телу Для того Чтобы наладить Функционал Органов Для того Чтобы наладить Структуру Позвоночника Но если Нам нужно Проделать Какие-то Более Глобальные Действия С организмом То это Правка Когда У нас Сильно Искривлен Позвоночник Когда у нас Есть смещение Внутренних Органов Когда у нас Есть Сильное Напряжение Этих органов То здесь Мы уже Занимаемся Правкой Когда мы Поправили Основные Моменты Там мы уже Начинаем Ладить Налаживать Слово Ложение Лад Идет От слова Ладонь Длань 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 Делать Лад Здесь уже Можно Достаточно Большое Количество Версий Удвигать Основные Действия Приложения Мы выполняем Именно ладонями Не основные Все Действия Приложения Мы выполняем Ладонями Эти действия Могут быть И поглаживание Разглаживание Разминание Растрясание То есть Но они все Достаточно Такие Мягкие И Комфортные Для человека Техники Общие вложения Используется Принцип Очень мягкого Комфортного Воздействия Человек Практически Не Испытывает Болевых Ощущений При вложении Во время Правки Да Он может Испытывать Некоторые Болезненные Ощущения При вправлении Суставов При постановке Допустим Снятие болезненности С органов И так далее Вот Причем Правка Может Выполняться Как Вручную Так и при помощи Каких-то подручных Предметов Кстати Ложение Тоже Но Использование Предметов Ложения Оно происходит Более мягко И воздействует На определенные Точки Например Есть Такой метод Вложения Осиновыми Палочками Вложения Палочками Различных Деревьев Тут Есть смысл Только В спецификами Каждого Деревья Потому что Разные Древа Разного Воздействия На наш Организм Было Установлено Что Деревья Испускают Определенные Электромагнитные Колебания Испускают И Но Они очень Слабые Поэтому Обратить на них Внимание Заметить Можно только Непосредственно Находясь Рядом С деревом Но тем не менее Воздействие Происходит Под Разные Деревья Имеют Различные Муравьи Колебаний Виды Колебаний Разного Воздействия На человека Об этом Я думаю Мы можем Поговорить Чуть позже Сейчас Вернемся К вложению Что Можно сказать Что По сути Ладили Мы разобрались Была Правка Было Вложение А что По сути Ладили И правили По старому У нас в организме Есть такое понятие Как Склянь Есть у нас Грязь Есть Боляка Или болянь И есть Жилы Есть Кровина Жила Есть Станова Жила Станова Жила Это позвоночник Ось По которой Течет Жизненная Энергия Наша Кровина Жила Собственно Говоря Все кровеносные Сосуды Боля Или Боляка Назавали В старину Это Представляет Болезненный Воспаленный Участок Соответственно Грязь Тоже всем Понятно Грязь Это Что-либо Что Загрязняет Наш организм В современном нашем понимании Это шлаки Токсины Лишние Коловые массы Которые У нас Скопились Избыток Желчи Застой Венозной Крови И так далее Что касается Скляни То для некоторых Это Может быть Новое Слово Но Тем не менее Что оно Обозначает Обозначает Какой-либо Плотный Уплотненный Участок Внутри Нашего Тела Внутри Нашего Организма Это Может быть Какая-то Триггерная Мышечная Зона Это Может быть Уплотнение Внутреннего Органа Но Тем не менее Называется Склянь Почему Склянь Здесь Близкое Слово Стекло Изначально Ну не изначально А часто Этот термин Использовали Скорунки То есть Те кто Работал Со шкурами И В том Месте Где у Животного Была Травма Там Верхних Слоев Там Кожи Когда Выделывали Шкуру Если Плохо Выделивали То В этом Месте Участок Кожи Становился Такой Очень Плотный Как Стеклянный И Вот Это Место Называли Склянь Так Вот Такие Очень Плотные Участки Бывают И Внутри Человека Это Происходит В те Времена Когда Это Место Начинает Потихонечку Отмирать Отмирая Любая Человеческая Ткань Уплотняется И Вот Там Где Существуют Начинающие Потихоньку Отмирать Участки Там Образуется Это Склянь Вот И Как Считали Наши Предки Что Это Склянь Очень Плохо Проводит Жизненные Силы Жизненные Токи По Организму И Вот Когда Склянь В организме Собирается Так Много Что Жизненные Токи Течь Уже Не Могут То Тогда Человек Уже Уходит Кмаре Вот Вот Скажем Что касается Того Как Воздействовали На Болянь На Болячки На Склянь Ну Грязь Понятно Там Чистки Разные Были Посты Вот А Склянь Воздействовали Уже Часто Правкой Там Выбивали Ну Часто Выбивали Склянь Там Использовали Вышлепывание Использовали Какие-то Целенаправленные Мягкие Толчковые Техники Для того Чтобы Эту Склянь Разбить Растащить Растащить На Мелкие Участки На Мелкие Такие Кусочки Потому что Размеры Уплотнений Бывают Достаточно Большими Если Переносить На Современный Язык То Здесь Можно Говорить О Спазмированном Кишечнике Бывает Кишечник Спазмируется Сжимается Что Получается Вместо Него Одна Большая Склянь И Вот Одну Большую Склянь Нужно Потихонечку Растащить Размять Превратить Просто ее Как говорится В болянь И когда Она станет Боляка То тогда Мы уже Ложением Легким Разминанием Растрясанием При помощи Надавливаний Растираний Вибрационных Легких Тепких Мы уже Вызываем Приток Крови И снимаем Воспалительный Процесс Алексей Может быть Что-то Добавишь Да Как интересно Кстати Когда ты Спрашиваешь Меня Что-то Добавить Мне становится Как-то Не очень По себе Почему Потому что Меня постоянно Критикуют В чатах За то Что Я Свои реплики Вставляю Что-то Дополняю И так далее Приходят люди Слушать Тебя Как автора Сказителя А я тут Вставляю Свои реплики И это Не нравится Многим Слушателям За то Что я Вот так Влезаю Что-то еще Говорю свое Но Раз ты Просишь То Уж извините Меня попросили Так вот Ярослава Из Франции Бонсуар Ярослава Она Написала нам Реплика в эфир И от Ярослава По-французски Есть Комплимент А есть Комплемент Дополнение Так вот Комплементарный метод Это дополнительный Метод Благодарю Ярослава За помощь Такую Действительно Небольшой Да Если Компле То значит Дополнение Если Компли То это Другое Так Вот это Все надо Учить И В дальнейшем Наверное Многие моменты Станут Понятно Вообще Мне не нравится Когда мы Иностранные слова Применяем У нас Очень много Образов Своих И В иностранных Словах Мы часто Путаемся И Этот метод Применяют Часто люди Которые Нас пытаются Запутать Когда вроде бы Много-много Что-то сказал Умного-умного Ученого-ученого И нифига Непонятно Что он говорил А он Такой щеки надувает Такой довольный Сидит Так все здорово У него Мы такие Дурачки Себе Представляем Сразу дурачками Которые Ничего не понимают О том Что он говорил Вот Ну ладно Так вот Касаемо Ладки и правки Если Вот так вот Коснуться Ладка От слова Лад А правка От слова Прави Это мне так кажется Не могу Заставить Кого-то Так же думать Как я Но высказываю Своей точкой зрения Жить по праве Это означает Жить по божественному Направлению Выправить Это Значит Идти Прямо По праве Делать в жизни Правильные поступки Которые Не будут Наносить Вред То есть Выстраивание Организма В первозначную Такую В первозначное Состояние В первозданное Первозначное Состояние То есть И по назначению И по созданию И вот тут Как раз Требуются Как ты правильно сказал Силовые какие-то действия Что-то вправить Вставить То есть На место Вправить Слово Здесь как раз Хорошо подходит А вот Ладка Это Внести Лад То есть Когда вроде бы Всё стоит На своих местах Но взаимосвязи нет Лада нет И вот тогда Нужен целитель уже Наверное Который Знающий Хару Человека Может Все энергии Направильно Через эти узлы Запустить И В мысли Всё поправить И человек Начнёт жить Уже поправе То есть В ладу Со своим Организмом Организм в ладу С природой Мысли Все на месте Поправе И так далее Поэтому Наверное Я с тобой соглашусь Что ремонтник Он Двигатель К примеру Ремонтирует Разбирает Собирает Стоит на свои места А вот дальше Приступает К моменту Отладки К такому Когда Необходимо Сделать так Чтобы все На место Поставленные детальки Начали Взаимосвязанно Между собой Работать Сотрудничать И двигатель Нормально Работал То есть Как сравнить Живая Мёртвая вода Мёртвая вода Соединяет Всё Живая вода Даёт жизнь И организм оживает Ну вот Как-то так Благодарю За помощь За дополнение Что касается Дальше Человеческого Тела То Кровина Жила Бабушки Наши говорили Кровина Жила Если напряжена То Конечно Сложно Так вот Разминали То есть Любой Уплотнённый Сосуд Будь то Это В животе У нас Артерия Аорта Вены Либо Это Бышной отдел Аорты Либо Это Артерии Либо Это Полая вена Другие Малые вены Каждый Из этих Сосудов Может напрягаться И представлять Из себя Такую Плотную Напряжённую Жилу Которая В животе Прощупается Рукой Достаточно Легко Как такой Благоров Некоторые Даже По ошибке Принимают Его За Кишку И показывают Говорят Вот у меня В животе Кишка Идёт Вот так Прямо Сверху Прямо Вниз Прямая Кишка Идёт Рёберные Други И Прямо Туда Вниз Прямо От головы И до самых И до Отравий Да Прямая Кишка Ну вот Человек Сам себя В животе Щупает И говорит Вот у меня Здесь Что-то Такое На кишку Похоже Такое Плотное Широкое Мягкое Относительно И болит И вот Такая Прямо Идёт Туда Наверное Прямая Кишка На самом Деле Это Обычно Бывает Напряжённая Орта Либо Напряжённая Полая Вена Она Будучи Напряжённым Тонкий Кишечник Её Огибает И получается Такая Складочка Её Можно Прощупать И Ошибочно Принять За какой-то Такой Орган Кишки Вот Её Тоже Необходимо Ладить Её Необходимо Разминать Для неё Не употребляется Там понятие Склянье Или Болянье Ну Как Болянь Можно Сказать Боляка Но Боляка Обычно Тоже Такое Понятие Которое Применяется Ну К примеру Допустим Болезненные Части Сигмовидной Кишки Отечной Воспалённой Части Слепой Кишки Там Уплотнения Нет Она Рыхлая Мягкая И при этом Болящая Вот Такие вот Вещи Называли Наши Бабушки Болянь Их тоже Ладить Разминать Потихонечку А вот Кровина Жила Это совсем Другое Там Можно Потихонечку Ладить Без сильного Нажатия Может быть При помощи Немки Вибраций Ну И Естественно Склянь В области Желудка Вернее У Людей У кого Есть Такое Прям Скажем так Кровина Жила Ярко Выражена В своем Уплотнении У них Всегда На месте Желудка Обычно Находится Такая Большая Склянь Большое Такое Уплотнение Жилудок Уплотняется Часто Опускается Смещается Вниз И вот Прежде чем Править Кровину Жилу Нужно Необходимо Вот эту Склянь В виде Желудка Ее Растащить Размять И После этого Уже Приступать К размягчению Кровина Жилы Скажем так Почему Потому что Поддавливает Он ее Оказывает Воздействие Она Уплотняется Вот Также Выделяли В теле Человека Станова Жила По Вставлениям Наших Предков Организм Утекла Не только Кровь Но еще Энергия Энергия Тоже Текла По своеобразным Жилам Основная Энератическая Жила Это Так называемая Станова Жила Позвоночник И Предки Наши Правили Не только Кровоток В нашем Организме Но и Ток Энергии По телу Хотя Сейчас В современном Мире Мне кажется Многие считают Что Ток Энергии В нашем Теле Осуществляется Именно По канонам Традиционной Китайской Медицины И все Основные Каналы И все Такое Задано Ими И к нам Это сейчас Приходит Оттуда Хотя Я убежден Но при этом Данных об этом Не так много Сохранилось Но я убежден Что Предки наши Имели четкое Конкретное Представление Еще о Расположении Скажем так Становых Жил В нашем Теле И о том Как они Проходили И как Между собой Взаимосвязывались Вот Это что Касается Про Лапки Правили Правили Также руками Правили Ногами Правили Молоточками Правили Лубок Лучшами Ложками Правили Палочками Маленькими Вот Особо Правили На дыбе Не на дыбе Направили Направили Подвешивали Это уже отдельная тема И у Алексея были на передаче Насколько я помню По этому Разделу Не будем особо На этом останавливаться Но это Что касается Сторонней помощи Когда человек Один за ним И другой Правит его Помогает ему Встал на него Походил По нему Сверху Справил Станово Живу Как надо Взял Коленями Ему еще Размял Поднял Его на плечи Так медвежьим Хватом Растряс Над собой Потом Положил Живот Отладил Ну и так далее Это один момент Но Есть возможность И Самоправки Скажем так Самоналадки Это можно делать При помощи Жгонки Выполняешь Жгонку Человек Самостоятельно Без Прочей Беспосторонней Помощи Может Наладить Отладить Свои органы Системы Ток энергии И так далее Вот Насколько я знаю Алексей Достаточно хороший Специалист По поводу Жгонки Этих Всех моментов Я Хотел К нему Обратиться Попросить Дайте ему Слово Чтобы он Подсказал Мне Ой Ой Что ты все время К Алексею Обращаешься Давай Не будем Привык Я Мы с тобой Всегда Беседовали А тут Говорят Не надо Беседовать Нет Мы Беседовать Будем Ну просто Ну как-то Ну нехорошо Ты постоянно Ко мне Обращаешься Уже Как к специалисту Чтобы я уже Про это Рассказал Давай лучше Будем какие-то Обсуждать Моменты Которые Вот ты будешь Говорить Мы будем Обсуждать И еще Наших радиослушателей Будем подключать Вопросы В чате Давай тогда Спросим Вот у наших Радиослушателей Как они Относят К жгонке Кто ее Применяет О Давай Какой результат Кто от этого Получил Да И кто Какой именно Вид жгонки Применяет Вот Хотел спросить Да Какие виды Жгонки Правила Дыбы Ты еще Слово Произнес Да То есть Одно ли это и то же В чем Если не одно и то же В чем отличие Как применять В каких случаях Применять Можно ли самостоятельно Или только это В паре с кем-то Чтобы кто-то Помогал делать И так далее Вот поделитесь Своими Мнениями Нам это будет Интересно А то как-то так Алексей Алексей Нехорошо это Итак Мы принимаем Ваши реплики А мы пока Продолжаем Реплики в чате Принимаются Мы пока продолжаем Общаться Вот Ну Давай тогда В целом Скажем Для тех Кто не занимается Жгонкой Что такое Жгонка Ну Это Упражнение Ну и Скажем так В народе Называется Процесс Как бы Раскручивание То есть Движение Движение Но при этом Человек как бы Остается на одном месте В основном Это вращательные Такие полукруговые Движения Что жгонка Нам дает Жгонка Нам дает Разминание Оживление Тела Там происходит Расслабление Мягкое Разминание Всех частей Тела Жгонка Нам дает Конечно же Оздоровление И Жгонка Нам дает Центрирование Создание Нарабатывание И Укрепление В себе И в своем теле Внутренней оси Жгона Собственно говоря Само понятие Жгонки Вот это упражнение Это движение Вокруг собственной оси Достаточно древнее Упражнение Рассказывать О каком-то действии Как его делать В радиоэфире Непросто Поэтому мы Обращаемся К помощи Скажем так Радиослушателей Чтобы они Поделились Своими впечатлениями Не только Чтобы я рассказывал Чтобы была Двусторонняя связь Так возможно Эфир будет интереснее Понять Что в каких Пояснениях Действительно Нуждаются народ Вот Это что касается Самоправки Да Ну естественно Можно самостоятельно Себе живот Там ладить И так далее Далее Что есть в народной медицине Природа соответственно То есть человека Субъекта Носителя Мы разобрали Дальше уже будем Говорить о Тех объектах Которые могут быть Применены В народной медицине Это Окружающая Человека Природа В природе Человек может Использовать Для лечения Во-первых Температура Тепло Холод Здесь В качестве Тепла Мы используем Баню Мы используем Какие-то Горячие ванны То есть там Чаши там С горячей водой Да еще Если в эту чашу Там лапника Накидать Еще каких-то Трав И человека Скажем так Изварить В этой чаше То Вельба Полезна Будет Либо в бане Попарить его Причем Не просто Пустые слова А Прогрев В бане Прогрев В каких-то ваннах Он дает Снятие Венозного застоя Причем Венозный застой Явление Которое Скажем так Основополагающее Для разрушительных Процессов В нашем организме Чем больше Венозный застой Вообще Что из себя представляет Венозный застой Это Венозная кровь Обедненная кислородом Богатая токсинами Застаивается В капиллярных сосудах Органов Эти капиллярные сосуды Там забиваются Проходимость их ухудшается И вот эта Венозная кровь Там застаивается И так бывает Что орган весь полон Вот капиллярные сосуды Органы И все полны Вот эти вот Застойные венозной крови Соответственно Уже Функции орган Свои выполнять не может Ваш среда Его уже близится К кислотной И в этом органе Создается благоприятная среда Для развития Любых патологий Через пришествие Вирусов Грибков Бактерий И вот Повышение температуры Тела Повышение температуры Тела Как либо через баню Так через двигательную Активность Оно способствует Прежде всего Расширению сосудов Расширению тканей И Уходу Этой вот Истоку Застоявшейся венозной крови И приходу Свежеартериальные Обогащенные кислородом Питательными веществами крови Поэтому Когда наши предки Использовали Температурный режим То есть Температура В данном случае Тепла Они были велико мудрыми И понимали Зачем И для чего Это делается Также предки Наши использовали Для лечения Холод Холод Прикладываемый В определенные точки Он дает Точно такой же Положительный Результат Как и Допустим Тепло Дело в том Что Стимуляция организма Холодом Она Также усиливает Приток крови Но Здесь немножко По иному механизму Здесь Приливает кровь Для того Чтобы согреть Данный Охлаждаемый участок И Обычно Кровь приливает Массовом порядке Вот этот массовый приток Свежей Горячей Венозной крови Как раз таки И дает Опять же Обогащение кислорода В определенного участка Каким образом Использовали холод Но Холод это И Закаливание Современное То есть Понимание Как мы его видим Закаливание То есть При малом количестве Одежды Выходить В холодную Температуру На холодный воздух Находиться Какое-то время Либо обливаться Либо обтираться Снегом Либо находиться Не то что под Холодной водой Под водой Сниженной температуры Здесь происходит Также стимуляция Иммунной системы Здесь происходит И Как бы Гимнастика Для сосудов Сосуды сжимаются Расширяются Тем самым Улучшают свою Эластичность В рамках Контекста Данного метода Хотел Подсказать Такой интересный Способ Который Может помочь В принципе Во многих Ситуациях Он может помочь Отрегулировать Иммунную систему Он может помочь Отрегулировать Эндокринную систему Он может помочь Немножко отладить Вегетативную Нервную систему Ну и прочее Значит В современном Мире Этот метод Называется Криотерапия Или криодинамика То есть Использование Холода В лечебных целях Что делается У нас Значит Сзади В области Основания черепа Есть такое место Называется Большое затылочное Отверстие Это место Мозг Чтобы его Не защищен Незащищен И гипоталам И гипоталамо-гипофиз И гипоталамо-гипофизный Узел И резкий Переток крови Сюда Он Крайне полезно Влияет на Весь организм Поэтому Не буду глубоко Восстанавливаться На этом методе Кому интересно Может посмотреть Что такое Криотерапия Криодинамик Вот эта точка В инфу Каким образом На него воздействует О тепле и холоде Мы поговорили Теперь Можно поговорить О окружающей природе Наши предки Для исцеления Для лечения Использовали Как Травы Растения Так и Деревья Причем Прежде чем Говорить о деревьях Скажу О том Что в лечении На самом деле Использовали Даже пеньки Но О свежеспиленных Деревьях Как это делалось Значит Находился пень Вот В нем делали Ну Достаточно большое Количество отверстий Там порядка 20 Каким-то образом Там выдалбливали И В эти места Вставляли Ветви Каких-нибудь Допустим Двух других деревьев Ну для того Вставляли так плотненько Чтобы не держались И потом Заподлицо Их сносили Чтобы сидеть Можно было гладко И вот Оголяя те леса На этот пень Восседали И собственно говоря Уже Заряжались Энергии От этого пня От дерева Но Нужно было Чтобы пень Конечно свежий Было желательно Так вот Бывало как Если это дерево Допустим Хвойное Если хвойное То туда Туда дополнительно Вставляли Березовые Дубовые Веточки Дело в том Что Значит Березы и дуб Обогащают Человека А хвоя Забирает Вредную энергию Так вот Хвойные деревья Забирают Вредную энергию Человека Когда человек Присаживался На такой Хвойный пень Естественно Присаживаться С лечебной Целью Туда нужно было Тем У кого Избыток Энергии Был То есть У кого Жар У кого Какие-то Воспалительные Процессы И тогда Осина Забирала На себя Лишнюю Энергетику Человека Но Для того Чтобы сохранялся Баланс Там были Березовые Дубовые Веточки Которые Человека Все-таки Энергии Подпитывают Ну и Противоположность Это была Тогда Там Было Лиственное Дерево То Тогда В это Лиственное Дерево Уже Допустим Если К примеру Это был Березовый Пень То В него Вставляли Допустим Там Какие-то Хвойные Хвойные Веточки Также Делали Отверстия Сюда Вставляли И Заподлицо Их Срезали И вот Был Такой Личебный Березовый Пень Здесь Уже Нужно Было Когда у человека Какое-то Недомогание То есть Недостаток Энергии В организме То Дуб Его Подпитывал Давал Энергию Давал Силу Ну и Чтобы Цикл Был Замкнутый Не то Что Замкнутый А Полноценный Целостный Там Присутствовал Еще Хвоя Которая Забиралась Человека Вредная То Что Не нужно Было Вот Это Что Касается Лечение Пень Кам Лечились И Древами Лечились Древами Каким образом И Контактом Контактным Методом То есть Соприкасались Непосредственно С деревом Соприкасались Руками Соприкасались Телесами Обнимали Присаживались Спиной Соприкасались Челом И Получали Какой-то Эффект Воздействия От этого Дерева Но При этом Также Использовали Кру Дерева Использовали Сок Дерева Использовали Деготь Дерева Использовали Листья И Прочее Что Дает Дерево Для лечения Из этого Девали Отвары Зелия И так далее Использовали Достаточно Большой Обширный Перечень Деревь И Ольху Тополь Дуб Бук Вяз И так далее Много Количества Всевозможные Причем Большинство Из этих Деревьев И большинство Все Из этих Деревьев Имеет Строго Определенные Свои Свойства И Если К примеру Родители Хотели Прибавления В семействе То Нужно Было Идти Кольхе Нужно Было Идти Кольхе Причем Вдвоем Со Своей Суженной Или Суженным И Обнимать Лиху Вдвоем Обращаться Немысленно Или Примут Дыхание Словом И что-то Просить Входить В Взаимодействие В Анарктический Контакт С этим Деревом Выходить В его Энертическую Систему Через Это Дерево С всей Планетой Нашей Матушкой И Дальше Обогащаться Энертически Если Нам Нужно Было Избавление От Заразы Хвори Засевшей Инфекции Еще Чего-то Лихого То Шли Уже К осине Но Возле Осины Долго Находиться Не нужно Какое-то Определенное Время Говорить Я его Не буду Почему Потому что Каждый человек Определял Это Для себя Сам То есть Как Человек Соприкасаясь Взаимодействии С осиной Чувствует Что Начинается Какая-то Может быть Легкая Слабость Что Сон Немножко Заклонило Значит Все Хватит Достаточно Следующий раз Дальше Пообщайтесь Что Примечательно Восиновых Восиновом Бару То В нем Всякие Чародеи Ясновидящие И так далее Современные Лапы Теряли Свою силу И Теряли Способности Видения Теряли Способности Проводить Какие-то Действия Связываться С сущностями И так далее Вот что Примечательно Люди Наши Предки Любили Селиться В хвойных Лесах Любили Селиться В дубовых Дубравах Скажем так В березовых Рощах Причем Делали Они это Не просто Из-за того Что ощущали Комфорт Ощущали Какую-то Лепоту Глаза Глаз Радовался Но Еще и был Достаточно Мудрый Разумный Подход В этом К примеру На равнине Содержание Микробов В воздухе Может составлять От 20 И выше 1000 Каких-то Единиц 35-40 Тысяч Разно В различных Местностях А В лесах Вот этот же Коэффициент Составляет Порядка 500 То есть В тысячу Раз меньше Можно сказать Поэтому Целесообразно Человеку Жить Среди Дерев Ну и Что еще Приметно Сказать То что Если же Использовались Деревьев Какие-то Плоды То Каждому Плоду Был свой Срок Если же Собирали Кору С деревьев То Собирали Молодую Кору Обязательно Почему Именно Кору Собирали Потому что Кра Во-первых Всегда Обладает Защитными Свойствами У каждого Дерева И Когда Собирали Кору То Планировали Именно Использовать Эти защитные Свойства Для защиты Собственного Организма Практически Любая Кра Содержит Дубильные Вещества Это Вещества Которые Подохраняют Клетку От проникновения Вне вредных Чужеродных Микроорганизмов И плюс Очень Коре Близко Проходит Древесный Сок И Тем самым Кора Напитывается Древесным Соком Но Для того Чтобы Кора Была Эффективной Хорошо Собирать Ее С молодых Веток Так Чтобы Толщина У этой Ветки Была Не больше 10 Сантиметров 7-10 Диаметра Срезать Аккуратненько Помимо Дерев Использовали Травы О травах Мы Много Что знаем Уже Масса передач Это была Посвящена Я Здесь Хотел Сказать Просто Основных Вещах О том Что Обычно Мера Заваривания Травы Приготовления На пар Она Такова Берем Чайную Ложку И Заливаем Ее Стаканом Кипятка Настаиваем Пару Часов Процеживаем И дальше В зависимости От Токсичности Употребляем Но Обычно Это делается Натощак Если трава Токсическая То делается После еды Это Если на пар Другой Наиболее Распространенный Способ Приготовления Травы Это Отвар Когда мы Варим Здесь Стандартный Набор Это Когда Мы Берем Ту же Самую Чайную Ложку И Варим Ее В стакане Кипятка Примерно В течении 10 минут Мы Отварили Потом Процеживаем Даем Ей Настояться В течении 15-30 минут Остужаем Процеживаем И Также Пьем Вот это Второй Способ Приготовления Трав Это Наиболее Распространенный Но Опять же Хочу повториться Что Для каждой Травы Может Существовать Индивидуальный Специальный Способ Приготовления И И Используя Травы В своем Лечении Важно Понимать Как В полной Мере Понимать Для чего На что Будет действовать Эта трава Имеет ли она Токсичность Какие последствия Может привести Передозировка Этой травы И так далее Очень ответственно К этому Проходить Итак Здесь мы сказали Что Человек Может Ладить Другого Человека Человек Может Ладить Себя Сам Человека Ладит Окружающая Среда Типа Холод Человек Может Ладить Дерева Человек Могут Ладить Травы И Далее Человек Могут Ладить Животные Наши предки В народной Медицине Использовали Животных Использовали Животных Для того Чтобы себя Лечить Начиная С таких Известных Кровососов Как пиявки Кстати Область Кровопускания Это Достаточно Очень древний Способ Очень распространенный Ранее был И В летописях Существуют Такие упоминания О том Что Кровопускание В деревнях Использовали Повсеместно При Головных Болях При Сердечных Болях То есть При Когда Повышался Общий объем Циркулирующей крови Вот И И Тогда Использовали Кровопускание Хотя Кровопускание На самом деле Полезно При Любом Заболевании При Любом Заболевании При Кровопускании Мы имеем Возможность Обновления Крови Вот Соответственно Имеем Терапевтический Эффект Так вот Кровопускание Это тоже Можно Сказать Один из Древних Методов Русской Народной Медицине Хотя В современный Период Известны В качестве Кровопускания Больше Зарубежные Методы Не наши Но Тем не менее У нас Тоже были Методы И К сожалению Что сейчас Они мало Используются Наверное Вот Другой Метод Использовали Животные Пиявок Использовали Использовали Пчел Для лечения Использовали Продукты Пчеловодства Использовали Собак Каким образом Собак Использовали Использовали Слюну Животного Часто Это бывало При каких-то Воспалительных Процессах В конечностях Членов Человеческого Тела В некоторых Случаах Делали так Чтобы собака Кусала Человека За воспаленную Болезненную Руку За воспаленную Болезненную Ногу Либо же Другим частям Тела Брали у собаки Слюну И прикладывали Есть Часть информации Которая говорит О целебных Свойствах Собачьей слюны О том Что она помогает Но С моей точки зрения Здесь присутствует Еще такой момент Что когда Наш организм Попадает Какая-либо Чужеродная Белковая Структура То это Вызывает Иммунный Ответ И В месте Попадания Чужеродной Белковой Структуры Чужой Биологической Структуры Происходит Активизация Местной Иммунной Системы Обычно Возникает Воспаление Приток крови Повышения Температуры И так далее И все эти факторы Способствуют Заживлению Исцелению Той проблемы Которая там Была изначально Допустим В других Медицинских Оздоровительных Системах Используют Такой интересный Метод Берут Допустим Мышку Отрезают У нее Хвостик Хвостик Дезинфицируют Можно Дезинфицировать При помощи Спирта Помещают Допустим Хвостик На пару недель Спирт Чтобы он Хорошо Дезинфицироваться Потом На коже Делают Надрез Иссечение И Под кожу В этот надрез Вводят Этот Мышиный Хвостик Ну и Там Зашивает Или не Зашивает Это отверстие И Этот хвостик Находится Под кожей У человека И вызывает Там очень Сильный Воспалительный Процесс Опять же Происходит Такая же Реакция Которая Я говорил Прежде То есть Местный Маникет Взрывается Приток Крови И так далее И вот За счет этого Такого Создания Большого Воспалительного Процесса Происходит Оздоровление И исцеление Местной Проблемы Той Которая Там была Изначально Причем Такие методы Используют И иногда При работе С безнадежными Онкологическими Случаями И Насколько Можно Говорить Что Помогает Это Правда Не на моей Практике Но На практике Других Людей Такое Было Используют Очень распространенное Использование Куриных Яиц Но Здесь За счет Чего это Происходит За счет Того Что Во-первых Куриное Яйцо Представляет Из себя Практически Скажем Так Идеальный Питательный Источник Для нашего Организма К примеру Елена Сергеевна Солодовникова В своей Книге Ты будешь Жить Она Приводит Такой Метод Берем Перепелиное Яйцо Одно Два В зависимости От опыта В зависимости От концентрации И Смешиваем Их С физраствором Единственное Естественно Яйцо Перед этим Нужно Продезинфицировать Чтобы оно Было Чистенькое Хорошенькое Стерильное Можно так Сказать Чтобы все Производилось В атмосфере Стерильности И Засовываем Это яйцо Аккуратненько Стерильным Скальпелем Вскрываем Кожру И Выливаем Из раствор Хорошенько Взмешиваем Для полного Растворения И Получившимся Составом Под кожу Подкалываем И Там Также Происходят Определенные Процессы Но За счет Микроэлементов Биологически Активных Веществ Которые Содержатся В яйце А яйцо Содержит Массу Незаменимых Аминокислот И так далее За счет Этого Происходит Поздравительный Эффект Но Помимо этого Яйцо Можно иначе Лечить И Лечат Так Выкатывают Яйцами Допустим То есть Кладут Человека И по человеку Катают яйцом Единственное Здесь Очень важно Понимать Что Не всякое Яйцо Пригодно Для подобного Использования А пригодно В основном Только Свежеснесенное Теплое Еще Так сказать Из-под Насетки Если В первом Случа О котором Я говорил Там Нужно Такое Тепненькое Свеженькое Перепелиное Яйцо То Для выкатывания Яйцом Достаточно Сойдет И куриное В принципе Может и утинное Любое Яйцо Потому что Оно представляет Биологические Объекты Согласно Определенным Представлениям Малый Биологический Объект Способен Перетягивать На себя Весь Энератический Негатив Большего Биологического Объекта Когда По Хворому Человек Катает Яйцо То Яйцо Вбирает С себя Всю Негативную Энергию Всю Эту Болянь Всю Эту Грязь Энератическую Которая Есть В человеке В себя И Зачастую После таких Выкатываний Мы берем Это яйцо Разбиваем И В нем Непонятные Вкрапления Появляются Еще что-то Чего Быть Не должно Другой Способ По Работе С яйцом Это берут Яйцо Разбивают Кладут В воду В ключевую Желательно Опять же Свежее яйцо В ключевую Воду И Под изголовье Кровати Своей Ставят Недалеко От головы Было На ночь И человек Ложится Спать И вот Если есть Какое-то Вредное Внешнее Вредное Вредное Информационное Воздействие То Обязательно Следы Проявятся На яйце А то И яйцо Все это Все это Гадость Из себя Заберет Вот Таким Образом При помощи Яйца Алексей Может быть Там есть Дополнение По тем темам О котором Я говорю С моей стороны Все это Рассказываешь Все здорово Много Отливания На пороге Например Водой Отливания Воском Есть Различные Работы С маслом То есть Любые Продукты Пчеловодства Или Животноводства Они пригодны Те которые Способны Застывать Скажем так Они способны В себя Вбирать Энергетику Какую-то Негативную Какие-то Негативные Эмоции И с ними Тоже Можно Работать Действовать Также Есть Различные Варианты Работы С луком С картофелем С другими Какими-то Корнеплодами Например Или плодами Которые Могут Себя Брать Какие-то Например Бородавки Или что-то Еще Забирать Здесь Вариантов Огромное Количество Мы Просто Сейчас Как бы С тобой Не увлеклись Перечисления Всего Что только Есть И Не начали С тобой Давать Уже Готовые Рецепты Мне Все-таки Хочется Чтобы Включались В этот Процесс А не так Что Дайте Ну пожалуйста Заговор Против Бородавки На правой Пятке Или У меня Что-то Такое Коричневое Где-то Вскочило Хочу От этого Коричневого Избавиться Или перевести В красненькое Или в желтенькое Чтобы Такого Не было Мне хочется Чтобы наши Слушатели Становились Творцами В этом Отношении Поэтому Я Стараюсь Избегать Особенно Таких Беседок Широких Конкретных Предложений Или Формулировок Благодарю За подсказку Действительно Я Сам у себя В юности Исцелил Бородавку Была у меня Бородавка Я взял Картошку Разрезаю На две части И одну из этих частей Помазал Бородавку Потом взял Картошку Воссоединил Ниткой перевязал И закинул ее В землю Она как-то Зарылась В общем И По поверию Что как картошка Сгниет Или прорастет То бородавка У тебя сгинет Но так и случилось Бородавка У меня ушла Что там с картошкой Случилось Потом я не проверял Но бородавка Вскоре у меня исчезла Далее Что значит Мы использовали Использовали еще Заговоры В лечении В исцелении Заговоры Это такая Отдельная Одна большая тема И сейчас Что хотел сказать По этому поводу Хотел сказать Основное В чем принцип Того Что Заговор работает Что человек Уздоравливает Это прежде всего Вера самого Исцеляемого То что Сейчас Что-то произойдет Что-то ему скажут Что-то он одним сделает И он поправится Это один момент Причем Он Наряду с остальными Тоже является основным Ежели Человек Не верит В то что В исцеление Ежели человек Не верит В доктора Тот который его лечит То вряд ли Получится То есть Вера самого человека Это раз Даже может быть Не вера Но то что человек Допускает Что это может Ему помочь А второй момент Это намерение Самого Лекаря Намерение Самого Исцеляющего Самого доктора То есть То Что он Вкладывает В этот загород Причем Многие В современном мире Пытаются Заучивать Находить Древние заговоры Стараться Их дословно Передать Там вот как Бабушка говорила И вот так Я говорю И так далее Конечно В этом есть Правда В этом есть Рациональное зерно Да Когда вы Знаете Что это помогает И вот вы Это повторяете И у вас тоже Это помогает Это сродни Ритуалу То есть Вы Своё намерение Укрепляете Знание Тем Что это помогает Однако же Не обязательно При произнесении Заговора Использовать Какие-то Строго Определённые Слова Конечно Присутствуют Определённые слова Образные слова Которые Мы произнося Формируем Вибрации Формируем Определённые Вибрации Которые Помогают Исцелению Помогают Приведение Допустим Энергетики Человеком В надлежащее Состояние И тогда Происходит Уздоровление Например Один из таких Универсальных Заговоров Которые Можно Самостоятельно Лечиться Это Произнесение Непрерывное Произнесение Низким Тембром Такого Угрожение Как Здраво Роди Благодаря И Повторять 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 Это Множество Раз Для усиления Эффекта Можно Использовать Огонь Свечи Можно Использовать Пламя Костра Для этого Можно Использовать Воду Можно Использовать Водоём И Когда человек Длительно Какое-то Длительное время Повторяю Здраво Роди Благодаря Скажем так На автомате Входя В какой-то Некий Транс Сосредотачиваясь Только Лишь на Произнесение Вот этих Вот слов То Происходит Перенастройка Определённая И Разума Человека Происходит И перенастройка Энергетических Структур Человека И человек Начинает Потихонечку Выздоравливать Здесь Конечно Сочетание Звука В этих словах Имеет Определённое Значение Точно так же И в заговорах Можно употреблять Определённые слова Понимая Конструкцию Заговора Для того Чтобы усиливать То есть Что такое Заговор Заговор Это Можно так сказать Древняя психотехнология Переводя её На современный язык И Использование Этой психотехнологии Позволяет Добиваться Вот как нам Выше сказали Комплементарных Эффектов То есть Дополнительных Эффектов В лечении А зачастую Можно сказать Что и основных Эффектов Просто Западная Французская В частности Медицина Не понимает Каким образом Этот основной Вернее как Этот дополнительный Эффект Может быть Основным Так вот Использование Заговоров Или таких Определённых Психотехнологий Позволяет Корректировать Энергетику Человека Причём Основная Проблема Даже вот Любого Физического Заболевания Любого Заболевания Которая У человека Начиная От Насморка И заканчивая Энкологическими Процессами Это проблема Энергетики Человека Всегда И выздоравливающий Пациент И здоровый Человек Это всегда Прежде всего Человек Со здоровой Энергетикой И уже давно Пора Понять И принять Это И не Мистифицировать Энергетику Человека У каждого Человека У каждого Живого Существа У растений У человека У животного Есть энергетическая Структура Точно такая же Как и физическая Структура Как и Кровь Мышцы Кости И так далее Складываются В определенную Структуру Точно так же И энергетические Телеса Собие Складываются В свою Структуру И по своему Взаимодействуют Вот Давно Это уже нужно Принять И не Мистифицировать Не Как бы Злоупотреблять На этом А подходить К этому Разумно Вот И понимать Что это есть И когда Мы Занимаемся Лечением Человека Когда Ну или себя Самого Или своего Родственника И лечим Его от Физической Хвори Обязательно Нужно Уделять Момент Духовному Душевному Оздравлению Вот Ежели Человек Самостоятельно По тем Или иным Причинам Не хочет Не может Это делать Вот А вам он Дорог И Сердце ваше Говорит Что Помочь ему Надо То тогда Вот Чтите над ним Заговоры Используйте Вот эти Психотехнологии Я не призываю Конкретным действием Но Я говорю Что Вот эти Психотехнологии Можно использовать Так вот Я немножко Удалился От сути Заговора Что такое Заговоры Это Произнесение Вернее Создание Определенных Вибраций Звуковых Голосом Имея Определенный Настрой То есть По сути Говоря Вы можете Говорить Все что угодно Все что вам Попадется На язык Любые слова Которые только У вас будут Выскакивать Главное При этом Чтобы вы Имели Четкое Намерение На Совершение Определенного Действия И Тогда То Та цель Которая Перед вами Стоит Для чего Вы Говорите Этот Заговор Она Будет Исполнена Но Самое Важное Чтобы Это Намерение У вас Было Настолько Сильное Что Вы В нем Даже Не Сомневались То есть Некоторые Могут Это Послушать И Думать Сейчас Я Закрою Глаза Допустим Буду Что-то Говорить И Буду Думать Что Это Может Помочь Нет Ничего Подобного В таком Случа Нет Когда Которая Может Помочь И Вот Тогда В эту Силу Которая Может Помочь Сможете Облечь В такой Голосовой Фон Причем Не обязательно Чтобы это Были даже Слова Есть Некоторые Заговоры В котором Произносятся Только Гласные Звуки То есть Идет Нечто Подобное Такой Слитный Весь Заговор Он Как бы Сливается В Одно Слово Можно Так Сказать Он Идет Непрерывный Вот Со стороны С чужим Ухом Скажем Так Очень Сложно Различим Что же Происходит На самом Деле Вот Эти Вибрации Помноженные На Намерение Человека Они Дают Целительный Эффект Может Кто-то Хочет Что-то Добавить По-сказанному Да Я хочу По Заграм Сказать Еще Все Что Ты Говоришь Это Здорово Все Замечательно И Правильно Единственное Уточнение Есть В любом Деле Какие-то Моменты Усилищие Или Ослабляющие Это Дело Вот В данном Случае В заговорах Наверное Нам стоит Обратить Внимание На Следующее И начну Немножко Так Издалека Любое Русское Славянское Слово Источнее Говорить На Проязыке Имело Некий Образ И Сейчас Оно Если Правильно Употреблять Тоже Этот Образ Остаточный Какой-то Себе Несет Поэтому Если Мы Просто Держим Образ В голове И Произносим Любые Слова Которые Приходят В голову Это Один Вариант Заговора И Причем Если Вы Находитесь В неком Как Сейчас Принято Говорить Трансе То есть Медитативном Или Посредническом Состоянии Когда Вроде Вы Находитесь Здесь Но В то же Время Где-то Вот Там Где-то На Каком-то Канале На Какой-то Ните Или Каком-то Потоке То В этом Случае Вам Будут Приходить Правильные Слова Потому Что Образы Будут Рождаться В вашей Голове И Эти Образы Будут Трансформироваться В слова То есть Вы Не будете Задумываться Они Сами Будут Приходить Но Иногда Это Не Происходит Это Говорит О том Что Человек Или Не Погрузился В этот Поток Или Он Как-то Много На Себя Берет Или Тому Человеку С кем Он Пытается Проводить Эти Занятия Ему Это Не Нужно То есть Больше Инициатива Получается От Идет От Доктора А не От Пациента В первую Очередь Пациент Все-таки Должен Хотеть Быть Здоровым Вот Значит Возвращаясь К словам Так вот Любое Слово Рождает Образ То есть Есть Наоборот Когда Образ Трансформирует Слово А есть Наоборот Другой Вариант Когда Слово Рождает Образ То есть Человек Представляет Образ И его Через Слово В мир Вносит У него Получается Образ И представленный И произнесенный Образ Это Такая Структура Интересная Которая Имеет Свойство Воплощаться В жизнь То есть Мысль В данном Случа Становится Материальной Сначала Как Энергия Сначала Как Некая Сила Вот А потом Уже Оно Проявляется В мир И вот Что вы В мир Отдаете То в Конечном Итоге В миру И проявляется И к вам Из этого Мира Приходит Поэтому Если вы Не просто Желаете Чтобы человек Был здоров А если вы Ещё Даете Посыл Мысленный Чтобы он Был здоров Это усиливает Но Если вы Ещё И словом Правильным Это Подкрепляете То тогда Сливаясь Вместе Желание Посыл И образ В слове Проявленный Дают Вот это Нечто Такую Магию Более Сильную И тогда Всё становится На свои места И во многом Всё усиливается И быстрее Работает Ведь когда Вы посмотрите Как Например Какая-то Знахарка Бабушка Шепчет Что-то Вы не слышите Слов Вы слышите Что-то Такое Но вы Не слышите Слов Вы не понимаете Образов И вам Это Не надо Вы просто Находитесь В состоянии Подчинения Скажем так Её власти В данном случае Наверное слово Подходит Вы подчиняетесь Вы пришли К ней По чину Она в этом смысле Старше вас То есть Она чинит Она делает Вот И Вам Просто Надо расслабиться И довериться А вот Она Произнося Какие-то слова Вкладывает И образ Она находится В погружении В этот поток В этом потоке Находится И Всё что Необходимо Говорит И вот здесь Я с тобой Согласен Полностью Что в некоторых Случаях Казалось бы Проверенные Бабушками Какие-то Заговоры У многих Современных Людей Не срабатывают Не срабатывают По многим причинам Потому что люди Это просто Произносят Не вкладывая Никакого смысла Не включая Образы Или Они не понимают Тех слов Которые Произносят И тем самым Непонимание Рождает И неправильный Образ Или вообще Его не порождает И тем самым Это просто Получаются Какие-то Вибрирования Воздуха И всё Дальше Никуда это не идёт Вот Поэтому Про заговоры Это вообще Отдельная история И Здесь можно Много об этом Говорить И как правильно Подбирать Заговоры И как Создавать Порождать Заговоры Тоже Это отдельная история Об этом тоже Можно много Говорить Мне сейчас Хочется прерваться На музыкальную паузу Если ты не возражаешь И потом После музыкальной паузы Уже каким-то образом Переходить К нам К вопросам И репликам Из чата Потому что Мы задавали вопросы Потому что Много что было сказано И хотелось бы теперь Обратную реакцию Из чата получить Вот как ты думаешь Если я сейчас Поставлю паузу Музыкальную А потом Мы с тобой Перейдем К вопросам Из нашего чата Ну добро Конечно Тогда Поспользуйся тем Что наступила Все-таки весна На северных Наших территориях А весна Всегда Связана В славянском мире С какими-то Традициями Ритуалами Какими-то Деяниями Действиями И обрядами И так далее Вот одна Из таких Традиций Обрядов Поверий Которые Широко Применяются В славянском мире Это закличка Разного рода Заклички весны Разные игрища Какие-то Обрядовые Действия И так далее И я решил поставить Сегодня в музыкальной паузе Две Так называемые Веснянки Это Или заклички Или обращение К весне Или к каким-то Действующим персонажам Которые В весне Появляются Птицы Звери И так далее Или к самой же весне Или проводы Зимы Вот И заклички Я надеюсь Что я правильно подобрал Сейчас не слушаю их Потому что по памяти Я подбираю в эфире Я же слушаю Ведущего Сказителя Не в песне Вот Я подобрал Такие песни Одна будет звучать В народном исполнении А вторая уже В исполнении С инструментальной Аранжировкой Вот Давайте Послушаем А кстати Ютубовцы Наши Люди Слушающие нас Ютубе Вы не услышите Этих песен Я уже повторяю Потому что Правила Ютуба Запрещают Транслировать песни На которые Авторские права По взглядам Ютуба Не подтверждены Итак Слушаем две песни И потом возвращаемся В наш эфир Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 7 марта 2017 Вторник По одному Из старинных Шестой день Месяца Пробуждения Природы 7525 Лета Осмится Русское Целительство В своем Многообразии Такова тема Сегодняшнего Нашего эфира Авторсказитель Захар Белинский Ари Рад Итак Мы сейчас Перейдем уже К вопросам И репликам Которые поступили В чате Народного Славянского Радио И Наверное Здесь немножко Скачет у меня Сейчас К началу Возвращаюсь И наверное Начнем С самых-самых Первых вопросов Которые Поступили Кстати Хочу Задать Вопрос Нашим Слушателям Которые Находятся В чате Как вам Такое Сочетание Песни В народном Исполнении И про Весну Заклички Весны Веснянки Или И как вам Исполнение Уже Осовремененное Такое Топс Топс Который Так называется Умца Умца Что вы Скажете Про это Итак Пока вы Пишите Вопрос Поступил Первый В 20 часов 6 минут По Москве От Виталия Из Эстонии Как исцелять Спазмы Арират Если Сталкивался С этим Поделись Чем Исцелить Данный Недуг Виталий Благодарю за вопрос Постоянно приходится В своей работе Сталкиваться Со спазмами В любом Больном Животе Присутствуют Спазмы И Как их Ну Во-первых Непосредственным Ручным воздействием Когда мы Оказываем Компрессионное Воздействие На спазмированный Напряженный Участок Сосуда Ткани Мышцы Органа То Этот участок Расслабляется И Соответственно Либо Каким-то Легким Обдавливанием Это можно Устранять Также Это можно Устранять При помощи Гипоксии Когда мы Делаем Гипоксию Перезагрузку То Вегетативная Нервная Система Центральная Нервная Система Через Вегетативную Нервную Систему Расслабляет Весь Организм И В той Или Иной Степени Полностью Или частично Снимает Спазмы Это Второй Способ Ну и Третий При помощи Трав Можно Мяту Мелису Употреблять Пить И Можно Использовать Желудочную Настойку Спазмолитик Там мы берем Три спиртовых Настойки Полынь Мята И валерьяна Их между собой Смешиваем В равных Пропорциях И пьем По Половине Дозы Капель Утром И вечером А одна Доза Составляет Вес тела Человека То есть Если человек Весит 60 Кг Общее количество Капель Которые Сзади Должен Выпить Это 60 Штук Соответственно 30 капель Утром Вечером Разведенной С водичкой Вот Таким образом Можно удалить Спазмы Алексей Хорошо Хорошо Так Дальше Следующий вопрос От Владимира Измытич Здравия Рерат Расскажи Про Посуду Из дерева Какие действия На человека Какое дерево Оказывает И про Употребление Заболонии В пищу Также Расскажи Пожалуйста Что касается Благодарю За вопрос Владимир Посуда Из дерева Какие Действия На человека Каждое Дерево Конечно Имеет Свои Характерные Особенности Например Липа Это дерево Наделенное Большой Силой Эффективно При усталости Недомогании Помогает Преодолеть Психические Расстройства И укрепляет Физическую Выносенность Например Лиственница Обладает Сильными Противовоспалительными Свойствами Осина Считается Деревом Разрушения Забирает Отводит Сторон Отрицательную Энергию Бук Способствует Повышению Стрессоустойчивости И увеличивает Концентрацию Внимания А также Обладает Свойством Улучшать Ростнабжение Дуб Очень Энертически Мощное Дерево Чтобы Энергия Этого Дерева Придалась Человеку Нуждающего С одной Нужно Свершать Регулярные Прогубки В любых Рощах Вяз Деревозащитник Наиболее Подходящий Для мужчин Он может Дать Человеку Силу Для Преодоления Жизненных Трудностей Береза Березу Уизовно Считали Светлым Нежным Чистым Деревом Способным Переживать Человеку Дерево Которое Дарит Счастье Свет И Радость Береза Может Взять На себя Любые Болезни Мы В соответствии С этим Отвечаете Уже Отмечаете Для себя В каком Состоянии Вы Находитесь Какую Посуду Вы хотите Использовать Наверное Для чего Нам нужна Пища Прежде всего Мы Используем Как Топливо Для нашего Организма Как источник Полезных Веществ Как строительный Материал Для нашего Организма И Используем Пищу Как лекарство Соответственно Пища Желательно Чтобы она Принималась Теплой Горячей Для нашего Организма Положительные Соответственно Лучше Использовать Те Породы Древесины Которые Снабжают Человека Энергией То есть Может быть Дуб Береза Липа Из этих Деревьев Делать Какую-то Посуду Это будет Энергоемка Она будет Приносить Снабжать Энергией Организм Вот А ежели Мы Допустим Принимаем Какие-то Уже Снадобья Целебные Возможно Чашу Здесь Целесообразно Сделать Какую-то Может быть Осиновую Вот Как-то так Что касается Заболони То Ну Это уже На любителя Если Конечно Оказались В экстремальных Ситуациях Заболони Это наружный Молодой Свой Древесины Оказались В экстремальных Ситуациях Ну Можно И заболон И отварить С ними Суп Сделать Тюри Какую-то Это уже На любителя Кому как Вот Вот так Наверное Хорошо Хорошо Так Реплики Какие тут Появились Насчет музыки В общем-то Умца Не понравилось Вот Народные Всегда Лучше Народные Сполаги Всегда лучше Нежели чем Модные Современные Отчасти Соглашусь Иногда Умца Конечно Нужна Для каких-то Может быть Действий В зале Или Может быть Для того Чтобы лучше Работалось Но Если мы Хотим Все-таки Понять Душевный Душевный Посыл Энергетическое То что сейчас Принято Называть Составляющую То в этом Случае Конечно Народное Исполнение Намного Важнее И Лучшее Для Славян Нежели Чем Умца 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 Электроника Здесь я Полностью Согласен Так Идем дальше Здравия Рерат Миколаевич Из Терраховки Вопрос В эфир Противодействие Геморрою При помощи Укуса Или становления ОС За вместо Пчел Не вредит Телу Просто Пчелок Жалко А ОС Ему Не жалко Миколаевич Миколаевич Благодарю За вопрос К сожалению Наверное Я не использовал ОС Для Противодействия Геморрою Честно говоря Вопрос Сомнительный Поскольку Некоторые Исследователи Допустим Профессор Йориш Который Занимался Исследованием Пчел В Советском Союзе Он Сравнивал В каких-то Позициях Пчелиный И осиный Яд И в осином Яде Он ничего Особо Не нашел Такого Полезного Поэтому Там Большого Содержания Муравийной Кислоты Еще каких-то Кислот Но В общем Пчелиный Яд Гораздо Более Богат На Содержание Полезных Веществ К тому же Не знаю Яд Осы Мне кажется Так Широкая Общественность Не изучала Может Специальные Разработки Велись Но Мне не Неизвестно Неизвестно Полезных Свойства Яд Осы Можно Конечно Попробовать Причем Вообще Пчелоужаление Либо же Вообще Инсектотерапия То есть Лечение При помощи Насекомых Геморрой Конечно Можно Там Есть факторы Которые Могут Помочь При геморрое То есть Муравьи Или Допустим Пчелы Но Это Не самый Не самый Эффективный метод И к тому же Если использовать Одни Допустим Те же самые Пчел Для лечения Геморроя Именно Ставить их В область Локально Того места Где Проявляется Геморройная Шишка Это Не даст Качественного Излечения Исцеления Будет только Местный эффект А сама проблема Вызвавшая Геморрой Она Не уйдет От этого Потому что Варикоз Сосудов Прямой кишки Или Можно сказать Никоз Интимный Сосудов Прямой кишки Он не уйдет От постановок На местном уровне Уберутся Может какие-то Грибки Еще что-то Но проблема Допустим Вызванная Нарушением Оттока Венозной крови Из области Таза Смещением Тонкого кишечника И оказанием Давления На прямую кишку Она останется И поэтому Там Нужно убирать Прежде всего Выше Править Кишечник Править То Что-то Скороленные Жилами Происходит А потом Переходить Непосредственно К самой Шишки Наверное Так Я вот Что Так Чтобы не очень Растекаться Мыслями По древу Чуть-чуть Хочу Вбросить Для наших Слушателей Просто Такую Затравочку Для того Чтобы Понять Пользу Не пользу Первичную И От этого Дозировки Необходимо Понимать Яд Вы Используете Хищника Или Не Хищника Яд Хищника Направлен На То Чтобы Жертву Все-таки В конечном Итоге Поглотить Вот Оса Является Хищником Поэтому Яд Яд Направлен На Воздействие Во время Атаки Для того Чтобы Жертву Загасить И Потом Ее Скушать Естественно Что В защите Оса Тоже Применяет Этот Яд Но В первую Очередь Именно Как Хищница Пчела Не Является Хищницей Поэтому Ее Яд Является Оборонительным Оборонительный Эффект Всегда Несколько Иного Качества Нежели Чем Наступательный Вот Это Надо Если Вы Хотите Применять Для Одного И Того Для Одной И Той Проблемы Яд Наступательный Яд Оборонительный То есть Яд Хищника И Нехищника То Последствия Могут Совершенно Разные Потому Что Содержание Яда Во Всех Направлениях У Хищника Вот Такое А у Того Кто Нехищник Иное Это Надо Учитывать И Поэтому Здесь Я С С Согласен О Что Приравнивать Совершенно Разные Группы Насекомых И Их Яды Наверное Невозможно Идем Дальше Вопрос Эфир От Владимира Змытич Арират Чем Зелье От Лекарства Отличается Зелье Это Технология Два Вопроса Владимир Благодарю За вопросы Чем Зелье Отличается От Лекарства В моем Представлении Зелье Это Всегда Что-то На Водной Основе Жидкое На Масляной Основе А Лекарство Может быть И твердым Сыпучим Порошкообразным И Вообще Лекарство Это Более Объемное Понятие А Зелье Это Уже Частность Я думаю Так Зелье Это Технология Ну Думаю Слово Технология Здесь Не в полной Мере Применимо Хотя Если Использовать Трактовать Слово Технология Как Что-то Которое Делается По Какой-то Наработанной Схеме То Возможно И да Ну а вообще Я не осветил Раньше Но хотел бы Коснуться Здесь Такого Момента Когда Рассказывали О Фитотерапии О Трав О Трав Что Предки Наши Использовали Трав Для Лечения Не Коснулись Абсолютно Вопроса Каким Образом Русская Народная Медицинская Мысль Понимала Какие Травы При каких Обставительствах Использовать Конечно Здесь Можно Отдать Должное Наблюдению Здесь Можно Отдать Должное Самой Природе Поскольку Есть Такое Мнение Что Возле Болящего Растут Именно Трав Травы Которые Эту Хворь Исцеляют Вот Так Наблюдали По Всякому Опытам Кто-то Что-то Съел Конь Что-то Съел Животное Что-то Съело То есть Наблюдали Перенимали Как-то Но Еще Есть Один Такой Важный Момент Что Есть Способ Получения Информации Непосредственно От Сом Растения То есть Взаимодействию С растением Травник Целитель Может Понимать При каких Хворях При каких Обстоятельствах Это растение Может помогать И поэтому Если подходить Здесь с этой точки Зрения То слово Технология Не особо Применима Потому что Как сказал Геннадий Онищенко Что Медицина Это Не только Наука Но это Еще и Искурство И поэтому В этой степени Составление Зелия Это Мне кажется Больше Составление Зелия Лекарем Это В большей степени Искусство Нежели Наука Потому что В большей части Человек Ну не то что В большей части Он основывается И на Своей интуиции Потому что Давайте представим Ситуацию Когда Лекарь Находится В лесу И Перед ним Огромное множество Биологическая аптека Много трав И он Допустим Держит в памяти 20-30 основных Остальные Возможно Какие-то Встречаются Ему там Редкие Сезонные Еще что-то Но Человек Живущий В гармонии В ладу С окружающим Миром Входя в контакт С этим растением Он уже знает И понимает Для чего Это растение Может помочь Ну помимо Каких-то разных Объективных Признаков Здесь Способ Способ Приготовления Энергетический Объективных Объективных все возможные способы для лечения человека, а зелье, оно и в себе несёт уже что-то такое, что лекарь может применять. Например, если несколько понятий, вот два из них, их вообще множество, но два из них можно как-то так охарактеризовать. Зелье, ну самое понятное для современного человека, это то, что зелено, то, что с жизнью связано, из чего берётся жизнь, из чего берётся основа жизни. И на этой основе уже разводится или выпаривается, или делается раствор и так далее. То есть что-то связано с жизнью, с природой, как правило, с зелёными листами, растениями, травками и так далее. Но есть ещё более глубинный смысл, если мы принимаем зело, то есть очень сверх чего-то, и это тогда получается окончательный вид этого сверх чего-то, заключённый в чём-то. Вот эта заключённая в чём-то взятая сила, она применяется уже или лекарем, или знахарем, или целителем для каких-то определённых целей. Есть и другие значения. Я вот сейчас просто взял два таких значения, которые сразу сходу так могут у человека современные какие-то ассоциации применяться. Поэтому зелье — это может быть и технологией, если оно поставлено на поток. Может быть, просто что-либо такое, применяемое сразу по месту ведущим человеком. Наверное, так. Дальше. Вопрос эфира от Владимира Замытьевича. Рерат, где-то я слышал, что сосновая смола — это антибиотик. Правду говорят? И как использовать? Владимир, снова благодарю вас за вопрос. Прекрасный вопрос. Значит, что касается… Что такое антибиотик? Антибиотик — антибиус, то есть уничтожающий жизнь. Сосновая смола, так скажем, в прямом значении антибиотиком не является. Но с точки зрения медицины понятие антибиотика используется в современной лопатической классической медицине используется в том смысле, что убивает вредоносные микроорганизмы. Поэтому называют антибиотиком. В этом смысле да. Сосновая смола обладает биологической активностью. Она может убивать враждебные микроорганизмы. Таким образом принимать. Но смолу можно наружно применять. Можно использовать ее в каких-то ингаляциях, отдышать этим. Вообще способов применения сосновой смолы, наверное, много. К сожалению, я в своей практике непосредственно смолу сосны не применяю. Может к сожалению, может не к сожалению. Но вот таким образом. Всё, Алексей, я ответил. Смолу иногда называют живицей. Это само слово в себе включает очень объёмное понятие. И существует множество преданий и современных не только преданий, но и подтверждений о том, что применение смолы, но это даёт определённый эффект для здоровья человека. Дальше. Вопрос в эфир от Юрия из Рузы. Хотелось бы услышать мнение обоих ведущих. Пьёте ли вы берёзовый сок? Сколько в день? Есть ли напитки на его основе? Замерял PH берёзового сока. Получилось 5,5. Благодарю. Юрий из Рузы. Кто будет первый отвечать? Я или ты? Отвечай. Ты у нас главный. Отвечай. И я главный. Ну, в общем, берёзовый сок последний раз пил я в детстве, к сожалению. В магазинах продаётся что-то, что называется берёзовый сок, но там сахар добавлен, поэтому я его не употребляю. Что касается PH берёзового сока 5,5, то я считаю, что ничего страшного. Многие вещи, которые мы употребляем в организм, они имеют изначально кислотный PH, но попадая в организм, они распадаются и образуют щелочную среду, поэтому не переживайте, не обращайте внимания на то, что он 5,5. Главное, не повредить дерева. Слишком сильно тоже берёзового сока, слишком много из молодых деревьев особо не забирать. И расщепы большие не делать на стволе. Жалко всё-таки берёзы. Я тогда тоже отвечу. Значит, последний берёзовый сок я, конечно, пил не только в детстве, но и попозже уже. Прошлой весной хотел набрать, но моя ладушка ведунья сказала, не смей берёзку портить, и так хорош. Вот. Так что в прошлом году не набирали, позапрошлым, позапозапрошлым тоже не набирали. Дальше по поводу PH5,5. Согласен с тобой полностью, что иногда природные так называемые кислотные среды, кислотные вещества, попадая в организм, или распадаются на какие-то определённые составляющие, которые дают уже другой щелочной какой-то результат, либо, наоборот, активизируют в организме что-то такое, что начинает выделять усиленно щёлочную такую среду создавать. Вот поэтому мы как-то с тобой касались в эфире о том, что, к примеру, если мы употребим лимонный сок или грейпфрутовый сок, или мандариновый, апельсиновый сок, то в этом случае, хотя сама кислотность у них очень такая низкая достаточно, но, попадая в организм, происходит интересная метаморфоза, защелачивание происходит. А если же мы возьмём, например, уксусную кислоту, не натуральную, а изготовленную в лабораториях на заводе, например, в лабораторных условиях, или тот же самый лимонный сок и зальём, то в этом случае мы можем получить обратный эффект, например, язву или что-либо ещё, очень неприятные будут ощущения. Так что не забывайте, природное — это то, что цельно и комплексно, а искусственное — это рафинированное. Рафинированные продукты нам вредны. Рафинированные продукты химического происхождения, тем более, не применяйте. То есть если кушаете рафинированный сахар, это плохо, но в нём хотя бы хоть что-то может остаться, хоть что-то от природы. Если же вам просто кто-то по формуле создаст этот сахар, предложат съесть, вообще лучше этого не употреблять. То же самое, как с примерами с кислотами. Природная кислота, которая выжат, сок выжат, и там есть ферменты определённые, энзимы и так далее. Всё это здорово, всё хорошо. И то бывают случаи, когда есть непереносимость. Это тоже надо всё учитывать. Сейчас нас наслушаются с тобой, как пойдут лимоны килограммами выжимать и потом пить. Потом к нам вопросы будут. Вы там сказали, а у меня вот проблемы. Вот. Это опять же не слушайте нас, как правду в последней инстанции, а подходите разумно ко всему. Вот призыв очередной раз, я такой кидаю. Так. Не замерял я ПАЖ, поэтому ничего сказать не могу. И сколько выпивать в день, тоже не могу сказать, потому что, опять же, здесь есть переносимость-непереносимость, потребность-непотребность. Какие напитки, в магазине напитки однозначно покупать из берёзового сока я бы не стал. Я бы не стал. Я не знаю, вам я не могу рекомендовать, не могу ничего сказать. Вот я бы лично не стал. И какие-то напитки делать из берёзового сока, как в первую очередь сам берёзовый сок употреблять, тоже, наверное, пока бы так смело не рекомендовал. А то потом опять будут вопросы. Дальше. Вопрос в эфир. Поясни значение слова «склянь». Ну, ты уже пояснил, поэтому, наверное, возвращаться мы не будем. Ну да. Вопрос в эфир от Юрия из Бреста. В какой части тела чаще всего происходит сдавливание нижней полой вены и какими народными средствами можно устранить этот недуг? Благодарю. Ну, сдавливание полой вены может происходить посредством отягощённого кишечника. В основном, собственно говоря. и какими народными средствами можно устранить этот недуг? Ну, прежде всего, можно устранить руками обдавливание, праве живот, можно устранить горшками, банками, вот, можно устранить там какими-то другими техниками, которые позволяют расслабить или сдвинуть, снять напряжение, отёк. Вот. Ну и вообще в большей степени полая вена страдает и нет сдавливания от напряжения, от эффекта возникающего в печени портальной гипертензии, когда повышается давление в протоках печени и повышается давление в самом этом венозном сосуде и тогда ну, при этом, конечно же, ухудшается качество крови и, как следствие, изменяется состояние стенки полой вены, она уплотняется и, уплотняясь, начинает пропускать сквозь себя плазму крови и появляется такое явление, как выпотевание плазмы крови сквозь стенку венозного сосуда. Тогда появляется вот такое вот желеобразное брюшко. Вот. Что с этим делать? Здесь непосредственно, конечно же, ручное разминание, снятие напряжения, улучшение состояния, вернее, необходимо обязательно улучшать качество крови, но можно использовать также ауто-гемотерапию подкожно в проекции. Полой вены либо с передней проекции, либо с задней проекции. Ну вот, наверное, так. Вообще терапия или правка полой вены и в других органах это отдельная тема, и здесь можно достаточно долго разговаривать. Тут разные нюансы могут быть, которые это вызывают. Такого однозначного ответа, так сказать, что то, что МОВ сказал, остальное, это уже нюансы, нужно разбираться. Хорошо. Хорошо. Так, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Наши предки частенько отдавали другим народам на сохранение какие-либо техники, так что ничего удивительного, что эти техники возвращаются к нам, хоть и в изменённом виде, но возвращаются. Дальше. Вопрос в эфир от Жени Макаровой из Риги. «Как править, не говоря уже, как ладить жирные брюшки клиентов, если помощи просят сейчас, а худеть не торопятся? И какие противопоказания жизнь показала толстым животам, барабанам?» Да, вот здесь уточнение «барабанам», то есть толстый живот животу рознь. «Или от них отказываться не хотелось бы? Я массажист». «Благодарю вопрос, Женя. Интересный вопрос. Значит, как править, как ладить жирные брюшки клиентов, барабаны? Значит, ну, править как? Либо насколько хватает сил, образно говоря, насколько хватает чувствительности? Если можешь, правь кулаками, не можешь, правь локтями. Если и сил локтя не хватает, правь уже коленом. То есть, клади человека на пол, становись сверху него и делай упоры колена. Но единственное, здесь, конечно, нужно... Тут очень помогло быть знание, допустим, тайского йога-массажа, где можно использовать рычаги, перенос тела и так далее. Тогда тебе было легче. То есть, использовать, ты могла бы координировать силу нажатия колена, допустим, на живот. во-первых, еще нужно понимать, потому что жирная брюшка, жирную брюшку рознь. Какое жирное брюшко? Оно может быть жирным, большим, из-за того, что объемный сальниковый лист, а может быть жирным и большим, но таким желеобразным, из-за того, что есть протальная гипертензия и вот такое состояние пола и вены, оно может быть желеобразное. Так вот, если это желеобразное, толстое брюшко, то можно его, в принципе, достаточно спокойно кулаками, локтями продавить. Если это большой сальниковый лист, то возможно целесообразно тут человека немножко подвигать, повернуть его на один бок, на другой, немножко что-то подложить под поясницу, чтобы прогнулся, чтобы животик выше приподнялся. Может быть, имеет смысл положить его немножко, как бы, головой вниз, таз повыше и в этом состоянии каким-то образом зайти полу снизу, полу сбоку под сальниковый лист. То есть, здесь уже прямой повод для творчества. Я в предыдущих передачах говорил, что работа с животом это творчество. Вы смотрите на ситуацию и комплексно ищите подход творческий. То есть, понятно, вот он сальниковый лист большой, вот есть хрупкая девушка Женя массажист, не так предполагается по крайней мере, и она думает, как же мне продавить этот сальниковый лист. Но в блок продавить его, конечно, будет сложно. А вот если на бочок его там перевернуть, то сальниковый лист слегка скатится в сторону и откроет одну часть живота. Перевернуть в другую сторону, с другой стороны откроется. На бок положить, иначе будет. Немножко таз приподнять повыше так. Другая ситуация. Если под поясницу что-то подложить, третья ситуация. То есть, вот, но если уж совсем никак, то тогда можно, конечно, локально надавливать, на пол его положили и коленкой немножко уперлись ему под одним углом нажатия, под другим, под третьим. Вот. Но вообще, конечно, худеть при работе с животом, соблюдать какую-то диету или посты, это обязательно. Потому что, значит, если он будет есть дрянь, вот, и будет есть это непонятно как, непонятно когда, то все ваше лечение будет сходить на нет. Поэтому, если у него там в плане нет контакта с человеком, что он говорит, я буду есть все, что я хочу, а ты вот приходи тут массируй мне живот, я тебе буду платить, то, ну, в принципе, я бы, допустим, так не работал. Потому что, для меня самое важное в этой работе, ну, не в работе, даже не в этом промысле, ну, цель, ради чего я работаю, а вот, какой-то свет в конце, да, этого всего, чтобы он был виден. А в данном случае, если человек будет вести пагубный, скажем так, образ жизни, который он вел до этого, вы будете пытаться что-то там же на том сделать, то я в данном случае не особо вижу свет, потому что на уровне мышления человек остался на том же уровне, на котором пришел, меняться не собирается. Поэтому, через какое-то время все ваши труды пойдут прахом. Через там, 3-4 месяца даже наберет прежние килограммы и приведет свой живот в такое же состояние. Ну, наверное, так. Женя написал тебе, «Спасибо, хрупкая!» То есть порадовал, комплимент. Я с тобой согласен полностью в том, что если это просто бизнес, то тогда, чем больше пухленьких барабанных животиков, тем лучше для вас. Будете мять их постоянно в большом количестве, и деньги будут течь к вам рекой. Если же вы желаете результата, если же вы хотите оказывать помощь человеку, то надо помнить, что человек себе должен помогать в первую очередь сам. Ваша задача научить человека быть здоровым и поначалу помочь ему ощутить это здоровье, чтобы он был заинтересован быть здоровым, рассказать ему, как быть здоровым, показать ему, как быть здоровым. И вот тут уже решаете доктора, вы сами. Кто вы? Бизнесмен? Или всё-таки вы целитель? Всё-таки вы помощник в этой жизни для людей? Одно с другим иногда совершенно несовместимы. Поэтому ну что здесь можно сказать? Кстати, ты ещё одно средство не упомянул, когда с такими, которых продавить невозможно, это лечение оп-пенёк. оп-пенёк. да-да-да. Оп-пенёк, да. Да. ладно, ладно. Ответ в эфир от Ярогора. Я применяю каждый день. Жгонка помогает расслабиться, снять напряжение, а кроме того, это боевая база. Вот так вот. Дальше. Это, я так понимаю, ответы идут на наш вопрос, который мы про жгонку задавали. Женя Макарова. Я показываю примитивную жгонку с палкой на шее клиентам с проблемами Атланта. Вот так вот. Данила. Отличная практика жгонка. Узнала не впервые от Данилова сварга причисто ему. Позвоночник формирует на ура. А кто всё это видит и управляет на всех уровнях восприятия, тот может и более поведать. Дальше. Реплика в эфир от Алёнушки. Пробовала ладить себе живот. На второй раз появились больные места. Как часто нужно делать самомассаж ладку живота? Я благодарю за вопрос. Хороший вопрос. Так вот. Как часто делать ладку живота? Смысл даже не в том, как часто делать процедуру. Её можно делать три раза в день. Минут по двадцать, по тридцать, по сорок. Смысл в том, сколько времени уделять каждой конкретной зоне и с какой силой оказывать воздействие. Если мы на каком-то определенном органе, на какой-то зоне, допустим, на почечной зоне, или на области мочевого пузыря, или на области печени, желудка, двенадцатиперстной нишки, неважно, на какой-то отдельный зон, задерживаемся подряд более чем на 20 минут, мы можем вызвать отёк, мы можем вызвать выделение гистамина. И тогда, конечно, можем ощущать болевые ощущения. Далее. Здесь нужно также учитывать собственные способности регенерации организма. Когда мы оказываем массажное воздействие на живот, то вполне возможно, что мы можем наносить микротравмы в лучшечного волокна, прочим тканям в организме. Микро-разрывы, микротравмы могут появляться. И необходимо это понимать, это учитывать. Иногда, даже во время спортивных тренировок, когда в следующий раз ощущают какие-то болевые ощущения в мышцах после прошлой тренировки, то целесообразно размять, прогреть. Точно так же возможно и здесь. Но в своей практике я обычно стараюсь учитывать индивидуальные особенности пациента и понимать сколько нужно его организму для регенерации, сколько нужно его организму, чтобы он отошел от предыдущего массажа, чтобы там все эти процессы завершились и все это подзажило и восстановилось. Поэтому смотрите по себе. Это еще один момент. Следующий. Выполняя массаж живота, можно оказывать воздействие с такой силой, чтобы не вызывать этих травмирующих эффектов при том условии, если вы хотите делать этот массаж часто. Допустим, если у вас есть желание делать его ежедневно или несколько раз в день, то здесь будет правильно делать его нежно и мягко. Не переусердствовать. Если вы совсем усердно три раза в день вознамерились мять себе бока, причем со стервенением, то, конечно, здесь ничего хорошего, только худое понаделаете. Можете себе и навредить даже тем, что травмируете живот. Чрезмерное воздействие тоже, как Алексей говорит, зело. В этом случае это будет зело. С пониманием соотнеситесь. Если вы делаете, допустим, через день, пожалуйста, вы можете делать активный массаж хорошими продавливаниями, но если вы планируете делать это чаще, то делайте массажи легкие, мягкие, до появления легчайших первых болезненных ощущений. И работайте на этом уровне. И так постепенно, слой за слоем, слой за слоем легчайшими прикосновениями вы будете снимать. Единственное, конечно, это немножко растянется во времени, но тем не менее это будет легко, это будет мягко и безболезненно. Первое правило висцерала — не передави. Да, всё надо делать в меру, так, чтобы не было потом печально и грустно воспоминания и от последствий. Дальше. Вопрос в эфир от Аркуинона. Здравия, Арират. Какие знаешь способы исцеления от заболеваний печени и почек? Опиши вкратце распространенные причины их возникновения. Какие меры профилактики посоветуешь? Благодарю. за вопрос Аркуинона. Какие знаешь способы исцеления от заболеваний печени и почек? Но основной способ исцеления от заболеваний почек это опять же каждый кулик в своих болотах валит. Так вот это ручное вдавливание, снятие напряжения, устранение смещения, постановка почек на место. Затем очень хорошо использовать банки, создавать гематомы со стороны задней спины синяками обделывать эти места, где находятся почки. Пчел очень хорошо на почке стоит, прекрасно помогает. Обязательно нужно корректировать положение костей таза, позвоночник для правильного положения почек. Нужно смотреть в каком состоянии мочевой пузырь, потому что состояние мочевого пузыря влияет на состояние почек. Нужно понимать в каком состоянии находятся мочеточники, нужно понимать какого качества моча у человека, то есть есть ли падение в осадок солей каких-либо или нет. Какие профилактические действия, прежде всего для почек это употреблять побольше жидкости, можно пить почечный чай ортосифон, можно употреблять достаточно большое количество петрушки, петрушки, являются легким мочегонным и будет благоприятно воздействовать на почке. Можно вообще заваривать петрушку, пить ее так. Главное для почек это чтобы вся еда и питье было тепло. Если вы употребляете холодное еду или питье, то вы тут же наносите удар по почкам. Убрать из своего рациона мороженое грядущий весенний летний период, так что если хотите заботиться о почках, мороженое противопоказано. Также молоко, в целом я не употребляю его и отношусь негативно к его употреблению и вот употребление молока также пагубно сказывается на состоянии почек. Коровье молоко я имею ввиду прежде всего. Что касается печени а вернее по почкам я еще плечина в чем ситуация. Если говорить близко к изначальной причине то здесь можно отметить что это страхи, тревоги, переживания на уровне сознания, разума человека. Если говорить на физическом уровне то есть к чему это приводит ну это приводит к переохлаждению почек это приводит к какой-то травматизации почек это может приводить к уменьшению жировой капсулы почек и как следствие ее смещению это может приводить к вирусному инфицированию почек через мочу то есть вторичная моча при проблемах с мочевым пузырем из мочевого пузыря затекает в почке инфицированная это это могут быть какие-то воспалительные процессы в почках это могут быть какие-то процессы с надпочечниками вот то есть в таком ключе что касается печени то но одна из основных причин на уровне скажем так разума сознания это гнев это гневливость злость агрессивность человека и дальнейшая уже ситуация проявляется в развитии она может быть выражена в двух видах это жар в печени скажем так либо это застойные явления и каким образом значит с этим справляться опять же повторю это каждый кулик свое болото хвалит я тут хвалю массаж живота то есть руками ручным образом обдавливать печень снимать с нее напряжение при работе с печенью очень важно понимать состояние желчного пузыря очень важно понимать состояние желчи есть ли конкремент в желчном пузыре нет ли его какая желчка своей консистенции густая не густая как расположен желчный пузырь это хорошо бы знать перед тем как работать с самой печенью каким образом можно это узнать не имея допустим не ходя в поликлинику не делая УЗИ но во-первых по состоянию большого пальца правой ноги если ноготь на этом пальце прозрачный здоровый хороший это замечательно если только здесь ноготь у нас такой желтый если здесь ноготь у нас полистый пораженный грибком значит можно говорить о том что состояние желчи неудовлетворительное близкое густом ежели на этом пальце еще имеется мозоль в виде натопыша здесь можно говорить о том что уже идет формирование камешка в желчном пузыре можно проверить работоспособность желчного пузыря следующим образом натощак выпиваем два яйца куриных именно выпиваем сырыми употребление этих сырых куриных яиц дает сокращение желчного пузыря если после употребления сырых куриных яиц сокращение желчного пузыря и соответствующий звук оттекающей желчи не произошел или у вас после этого появилась головная боль то здесь можно говорить о нарушении оттока желчи или если вообще вы не слышали никакого движения то есть никаких сокращений ничего можно говорить о патанизации желчного пузыря то есть о его расслаблении о том что он не работает выполняя свои функции здесь нужно понимать состояние двенадцатиперстной кишки напряжена она или не напряжена потому что именно двенадцатиперстную кишку выходят желчи там сфинктер клапан если он зажат сфинктер воде то соответственно идет нарушение тока желчи желчеводящих протоков и потом когда вы все это знаете а также да можно еще обратиться к пупку измерить температуру в пупке так вот если там есть исследования которые показали что если температура пупа менее тридцати четырех градусов значит имеется состояние застоя печени если температура пупа выше 34 градуса значит можно говорить о неких воспалительных процессах а так называемом жаре в печени вот и здесь вы уже имеете представление с чем сталкиваться ежели допустим желчный пузырь без конкремента или же конкремент не сдвижим и по своим размерам более чем 4 миллиметра почему 4 миллиметра потому что халидох желчеводящий проток он имеет диаметр примерно 4 миллиметра если камень больше этого диаметра то еще при этом то тогда такой камень не перекроет отток желчного пузыря и можно применять касторку и другие желчегонные средства но ежели камешек меньше чем 4 миллиметра и он не один допустим еще камень сдвижимый то желчегонные средства нужно принимать с крайней осторожностью хотя в моей практике был такой случай была пациентка она обратилась желобой до камня желчного пузыря мы собственно говоря над этим работали и однажды настал момент когда нужно было принять желчегонные касторку для того чтобы удалить уже камешек который по идее должен был размят к тому времени ну или там раствориться то есть удалить лишнее содержание и она приняла касторку и ощутила боль в области протока в области желчного пузыря похожая на то что камешек попал в холедок и здесь она повторно приняла еще раз касторку вот повторный прием и повторный сброс желчи из печени он протолкнул все это содержимое дальше и в итоге у нее вышли вот такие вот зеленоватые там желтенькие эти шарики но это я сейчас говорю не как руководство к действию что все там люди имеющие камни в желчном пузыре побежали пить касторку чтобы их там протолкнуть или не толкнуть нет просто чтобы имели понимание и представление об этом вот и далее можно уже обдавливать печень можно ее там простукивать то есть любыми путями пытаться снимать с нее это напряжение при этом печень важно понимать при работе с ней выходит ли она за границу реберной дуги не выходит есть ли у вас боли в правом плече нет если у вас есть боли в правом плече и при этом есть какие-то проблемы с печенью то можно говорить об увеличении печени потому что само печень не болит она может увеличиваясь воспаляясь растягивать сумку печени И вот эта сумка уже сама по себе Может эрадировать плечо И плечо может вследствие этого болеть Поэтому боли в правом плече Мы можем говорить о проблемах с печенью Хронические боли в правом плече Которые там выходим Пытаемся как-то где-то исправить Массажем, они не справляются почему-то А вот тут следует обратить внимание на печень Вот И нужно понимать Хорошо бы Есть жировой гепатоз в печени Нет жирового, там циррозное состояние Есть, нет, но циррозное состояние Руками обычно диагностируется Так, когда печень очень плотная Уплотненная, она становится такая как Камень, это уже вот состояние Цирроза, перерождение, когда клетки печени Перерождается в соединительную ткань Либо печень такая очень мягкая Рыхлая Выходящая за границы, это уже можно говорить О жировой гепатозе Нужно заниматься Обдавливанием, изменением диеты Рационального питания Вот, ну, наверное Достаточно ответа на этот вопрос На сегодня, пожалуй, да Так, дальше Вопрос эфир от Татьяны Здравия Алексея Рират Как поняла Катаракта Это склянь Правильно ли? Рират рассказывает О механическом воздействии на органы Постучать Помять А как же глаза? Излечима ли катаракта? И есть ли способы ее лечить Народной медициной? Благодарю за ответ Сразу-то надо дать понимание Что такое катаракта Потому что путают часто Глоукому катаракту Катаракта от греческого И латинского Значит, это водопад Брызги водопада Физиологическое состояние Связанное с помутнением Хрусталика глаза Вызывающее различные степени Расстройства зрения Вплоть до полной утраты То есть, когда хрусталик Становится непрозрачным Вот теперь давай поговорим А как с этой бедой быть? Ну, Татьяна, благодарю за вопрос Здесь стоит обратить внимание На некоторые вещи Значит, ну, прежде всего Четкое зрение Глаза Она зависит, прежде всего От функции печени Поэтому нужно обратить внимание На функции печени Я почему говорю с такой точки зрения Потому что, ну, Со своей позиции Я как специалист по животу Считаю, что все здоровье человека Находится в его животе И здоровье рук И здоровье ног И здоровье головы в том числе И поэтому Привожу здесь вот такие вот Висцеро-висцеральные взаимосвязи То есть, между органами И глаза Острота зрения напрямую Зависит от печени Раз Состояние глаз И их кровоснабжения Напрямую зависит От состояния почек Два Плюс зависит от Качество гуморальной среды Организма Три То есть Вашу слезоточивой жидкости Должен быть щелочной Вот Ну и В принципе Это основные моменты Которые нужно исправить Прежде чем Двигаться дальше Потому что Если пытаться Вылечить глаза Имея плохой живот Имея напряженный Болезненный живот Там Кислотную гуморальную среду Это бестолковое занятие Глаза вообще Барометры Показатель здоровья Всего организма Если такое происходит С глазами Значит организм Болен И его нужно Восстанавливать Катаракта В данном случае С моей точки зрения Это лишь следствие Вот В моей практике Люди по поводу катаракта Именно непосредственно По поводу катаракта Не обращались Я не занимался Восстановлением хрустали Вообще Народная медицина Этим занимается Есть рецепты Примочки на глаза Там такая трава Как очанка И так далее Вот Есть упоминания О том Что помогало Но В моей практике Обращались люди По поводу остроты зрения Что зрение падает И так далее Другие какие-то симптомы Я использовал пчел Ставил пчел На точки вокруг глаз Разминал почки Шею И так далее Там комплексная была терапия И у людей Зрение улучшалось Процентом на 70 То есть Увеличилась острота зрения Там пропадали Мошки какие-то Еще и так далее То есть Я знаю точно Что пчелинный яд Я являюсь Прекрасным нейромедиатором Он улучшает Проводимость Там В том числе Зрительных мер Поэтому Вот Такой мой опыт Я с тобой Вот Полностью согласен Потому что Наблюдая за разными людьми У которых Проблемы С печенью И с почками В кость Как-то ставить Зрение ухудшалось Или еще что-то Происходило В общем Улучшения были Ну там Может быть На полгода На год И дальше Начинались проблемы И некоторые люди Потом приходили К врачам Говорили Ну что ж такое-то Я все равно Опять плохо вижу Врач Пророк У вас Хрустали В прекрасном состоянии Все замечательно Все здорово Но при этом Глаз Практически Ничего Не видит Так что Здесь я с тобой Абсолютно согласен Причина Ну Неправильное Питание Едите что-то не то Мало пьете Жидкости Или жидкости Не такое пьете Или думаете Что пьете Жидкость На самом деле Пьете Непонятно что Или Сидите много И не двигаетесь Не делать каких-то упражнений Не делайте Разминание живота Латку живота Правку живота И так далее Там подобное Надо смотреть Причины Возникновения проблем А не бороться Со следствиями Тут я с тобой Абсолютно На все сто процентов Согласен Также Алексей Я хотел дополнить Не ответил На самый первый вопрос Того Она спрашивала Как поняла Катаракта Это склянь Правильно ли Я считаю Что неправильно Катаракта Это не склянь Катаракта Это грязь То есть Та грязь Которая возникает Ее нужно удалять А склянь Это несколько другое На мягких тканях Получается Ну все Ну тогда я тоже дополню Как механически Воздействовать на органы Постучать Помять А как же глаза Запишитесь В секцию бокса Да И все будет хорошо И с глазами Выгонят и грязь И склянь Что только можно Вопрос эфир От Жени Макаровой Возможно ли при массаже Человеку с повышенным давлением Прикладывание холодного камня В точку на затылке О которой у вас шла речь Только что Мой опыт таков Что человек начинает Напрягаться Нет доверия Возможно Или это слишком Агрессивно воспринимается С пациентом Я себе прикладываю Мне нравится Благодарю за вопрос Женя Но Нужно понимать Разбираться Какого рода Повышенное давление Внутричерепное Или Как-то реальное Поэтому Если у человека Допустим Внутричерепное давление То Пожалуйста Прикладывайте Эту Штуку Но перед этим Лучше размять Конечно Человеку шею И низ живота Тогда ему полегче Старит Если у него Внутричерепное давление Если у него Кровяное давление Повышенное То Еще более Нагнетать Туда Приток крови Я думаю Не до конца Целесообразно Вот И Думаю Здесь необходимо Все-таки решить Вопрос с давлением С расширением Сосудов Возможно Как-то воздействовать Опять же На шею На почки Посмотреть В каком состоянии Артерии И потом Этим же заниматься И плюс Еще какой момент Крик Вообще Желательно Такую процедуру Делать Либо рано утром Либо Уже перед сном Ну вот Как рекомендации Часто практикующих Товарищей Вот Но там уже дальше Смотрите Ну Я себе тоже Иногда делаю Семья там Вся моя делает Всем нравится А человеку Скорее всего Просто нужно Разъяснить Изначально Более подробно Что это Для чего это И зачем это И каким образом Это будет на него влиять Тогда возможно Он может Более благосклонно К этому отнестись Если же Человек не понимает Что с ним происходит Что с ним хотят сделать И что вот этого будет Конечно у него Может возникнуть Тревога Вот так Здесь реплика Алексей круто-то Завернул По поводу Боксерской Секции Так смотрите Если проблема С глазами Идет из-за печени Из-за почек Ну вам одновременно Сразу три места И поправят И печень И почки И глаза Ну что ты Круто завернул-то Ну все очень просто Двигаться начнете Не захотите в печень Получить Будете двигаться Значит печень Начнет нормально работать Не засидишься В общем В боксе Не захотите Чтобы глаза Глаза по вылетали Тоже двигаться Научитесь Так что Заставят вас там Двигаться И все будет хорошо И скляни грязь Уйдут сами Или помогут Если не научитесь Двигаться Так что я никуда Не завернул Все нормально Все хорошо Вопрос эфир От Аленушки Может ли на коже Выступать сыпь После самомассажа Живота Аленушка Сыпь на коже Может выступать После самомассажа Живота Кожа Ведь у нас Орган выделительной Системы И после самомассажа Живота Организм Может начать Усили на что-либо Выделять из себя Поэтому Если почки Ослаблены Может пойти Через кожу Все это В принципе Нормальные явления Я думаю Что некоторые терапевты Неразбирающиеся В этих вопросах Сказали А вы руки мыли Перед тем Как живот трогать Так ладно Вопрос в эфир Из ютуба Стас Добрый Добрый вечер Пишет Стас Скажите Если у ребенка Температура А у детей Часто развивается Судорожный синдром Когда Снижать Температуру Нужно Благодарю Стас За вопрос Значит Температуру Нужно снижать В том случае Если она Перевысила Отметку 38.5 39 Тогда ее Можно снижать Как снижать Либо обильное Питье Лимонной водички То есть Там делается Долька лимона На стакан Воды И ребенок пьет Либо это Обтирание уксуса Раствора уксуса Там пополам Уксус с водой И делается Обтирание ребенка Либо это Промывание Кишечника Может со свекольным соком Либо это Содовое промывание Либо иные промывания Это снижает Температуру Но в любом случае Обильное питье Если начать Снижать температуру Ранее Чем 38.5 Но я обычно Не советую Снижать температуру Раньше Чем 39 Потому что В любом случае Температура Это всегда Действие иммунной системы Организма Для того Чтобы победить Какие-то Чужеродные Элементы Попавшие К нам И вот Она борется С ними А мы по сути Будем тогда Ей мешать Снижать температуру Поэтому Насколько можно Терпите Смотрите И если уже Видите Что организм Повышает Все выше И выше И выше Тогда можете Уже принимать Такие действия Такие снижения Все Так Согласен Идем дальше Из ютуба Стас Добрый Как можно Распознать У ребенка Паразитов В организме Благодарю Еще раз Распознать Паразитов В организме Можно по языку Если присутствует Так называемый Географический язык Если ребенок Чешет попку Если у ребенка Урчит в животе Обильное газообразование Ну это Можно Дисбактериоз Но в том числе Если в совокупности С остальными Признаками Тогда В общем Урчание Газообразование Если у ребенка Получается Слиное Пятно слюны На подушке По утрам Если у ребенка Появляются Белые Такие вот Отметины На ногтях Которые говорят Об интоксикации Кишечника Здесь Это может говорить О интоксикации Именно Глистной инвазии Если у ребенка Появились какие-то Круги под глазами Отеки под глазами Если ребенок Стал вялый Быстренько встает Не хочет особо Ничего делать Если ребенок Начал терять вес Или резко Либо Наоборот На червесском Опирали Наверное Основные Так При головных Боли Вообще Симптомов Того Что у ребенка Черви В данном случае Я говорил О кишечных Паразитах Достаточно Много Различных Симптомов И они Похожи На ряд Заболеваний Вообще По данным Всемирной Ассоциации Сравнохранилий Там порядка 95% Заболеваний Могут вызываться На личном Организме Человек Паразитов Признаков Обширное Множество Но Одни из Основных Это те Которые Я перечислил Хорошо Из ютуба Стас Добр Продолжает Задавать вопросы Если у ребенка Кашель Сохраняется В течение Трех Месяцев Что это Может быть Заранее Вам благодарен Это может быть Грибковая Инфекция Но Какая-то Может быть Даже Ну В принципе Любая Бактериальная Инфекция На мой взгляд Грибковой Природой Так вот Либо Грибки В журонках Легких Либо Это черви Опять же Потому что Возможно Аскориды Один из Циклов Развития Аскоридоза В организме Человека Это После того Как попадает Личинка В желудок Там Он растворяется Через капиллярные сосуды Поднимается К легким В легких Развивается До полувозрелого возраста И зачем По пищеводу Опускается Снова Желудочно-кишечный Тракт И вот Такая Длительная Кашель Может вызываться Еще наличием Паразитов В легких Ребенка Здесь Что можно предпринять Здесь можно Предложить Подделать Ингаляции Перекиси Водорода Там Если ребенок Маленький Совсем То Там Порядка Пяти капель На пол литра Из этого Маленький Берете Маленький Берете Через компрессор Ингалятор Делать Ингаляцию И приемом Каких-то Противопаразитарных Препаратов Которые Вы знаете Либо Которые Вам порекомендуют Наверное Так Дальше Юрий Из РУЗ Задает вопрос В одной Из предыдущих Передач Ведущие Критиковали Зерновые Кроме Полбы А как Вы Захар Алексей Относитесь К отрубям Пшеницы Маслу Из ростков Пшеницы И к муке И маслу Амаранта Благодарю Благодарю Юрий За вопрос Скорее всего Не до конца Верно Вы нас поняли Мы критиковали Зерновые А я критиковал Современную Пшеницу Та которая есть На мой взгляд Она несет в себе Ряд предоносных Факторов Она может Содержать в себе Грибковую Структуру И То что потом Из нее делает Это современная Мука Она Искусственно Обогащенная И генетически Зачастую Модифицированная И так далее Но это мое частное мнение Я ее не употребляю И Если бы допустим Мне задали вопрос А можно ли употреблять Я бы грозил свое мнение Что нет Так вот Что касается Как относитесь К отрубям пшеницы Но если эти отрубы Пшеницы Из той же Современной пшеницы То отрицательно Почему я говорил О полбе Потому что полба На мой взгляд На данный момент Это Тот злак Который Может Содержать в себе Только полезные Вещества И лишен Каких-то Гредоносных Факторов Общества Выращивается По экологически Чистой технологии Как это Масло Из ростков Пшеницы Ну соответственно Если же Это Та же самая Пшеница То И отношения То же самое К тому же Само по себе Масло Стоит отметить Что если Даже оно Добыто Из полезного Злака Но впоследствии Хранилось Не дай бог В пластике Или в прозрачном Стекле То К сожалению Попадая На солнечный свет Оно Прогоркает Потому что Под действием Солнечного Света В маслах Начинают Сработаться Жирные Жирные Кислоты Которые Являются Канцерогенами То есть Разъедают Слизистую Кишечник И так далее И причиняют Гадости Поэтому Если масло Которое Вы употребляете После его Холодного Отжима В деревянной Прессе Не было Перелитов Бутылку Из темного Стекла То Согласно Моим Пищу Его небезопасно К муке Масло Амаранта Амарант Прекрасный Знак Прекрасный Злак Полезный Пожалуйста И вообще Существует Традиция Амарантовый Клеп Руссия Сколько я знаю Издревле Была Пожалуйста Амарант Прекрасное Средство Я закончил Со многим Согласен Единственное Что здесь Можно добавить Если вы Хоть как-то Себя Хотите Безопасить То в этом случае Начинайте Ну Хотя бы С того Что готовить Хлеб Дома Хотя бы То есть Когда вы Покупаете Хлеб Из непонятно Какой муки Непонятно Какого помола Непонятно Откуда взявшегося Непонятно На каком заводе Непонятно Как его там С какими добавками Изготавливали Какая там была Какие там были Санитарные условия Или антисанитарные условия И так далее Тому подобное То в этом случае Вы хотя бы Во многом Себя Ну Скажем так Обезопасность Ну Безопасность Какую-то Вносите Когда вы Покупаете Муку У производителя Которого Знаете И сами Изготавливаете Хлеб Дома Сейчас Найти Производителей Которые Что-то Производят Уже Не такая Большая Проблема И получить Несколько Килограмм Той же Самой Муки Ржаной Или пшеничной Или половой Это не такая Большая проблема На сегодняшний момент И Можно Себя Обеспечить Мукой Если же Вы хотите Еще Цикл Усложнить Чуть-чуть Или перевести Наоборот В более Такой Понятный Для себя То Приобретайте Зерна Приобретайте Отдельно Маленькую Мельницу И Молите И Получайте Из зерна Которое Вы знаете Где взяли Если уж Совсем Полный Цикл То тогда Езжайте На дачу Засеивайте Поляну Или там Деревню Засеивайте Поле Пшеницей Убирайте Ее Молотите Очищайте В мешочке Храните Ну и Используйте Только таким образом Вы сможете Гарантированно Знать Из чего Когда Как Изготавливается Мука Из которой Вы потом Делаете хлебушек И его Потребляете Но в этом случае Надо быть Полностью уверенным В том Какое зерно К вам поступило Это может быть Какое-то Например Зерно С добавками ГМО Это может быть Чистое зерно Из наших Культур Которые Свойственны Нашим Регионам Или Это Например Какое-то Древнее Зерно Типа Полбы Той же Самый Вот То есть Выбор За вами Ни к чему Никого Не призываю Просто так Мысли Вслух Пожалуйста Разбирайтесь В этой Жизни Мы лишь Только Даем Возможность Получить Какую-то Информацию Какие-то Знания А применять Не применять И как Применять Это уже вопрос К вам Дальше Все остальное Что сказал Захар Я здесь Принимаю И Никаких Дополнений Не хочу Производить Дабы Время тянуть Вопрос Эфир Из ютуба От тети Степаниды У меня У меня Метастазы В печени Отказалось От Химотерапии Чувствую Себя Хорошо Что Мне Посоветуете Как Очистить Печень В моем Случае Может И Какие Травы На Регенерацию Печени Применить Благодарю За вопрос Степанида Ну Что Здесь Можно Сказать Я бы Вам Посоветовал Прежде всего Перейти На Свероедение И Даже Не то Что На Свероедение А на Питание Овощными Соками Разбавленными Теплой Водой Это Раз Лучше Конечно Если бы Вы Смогли Голодать Какое-то Длительное Время Вот Это Было В лучшем Случае Что Вам Применить При Пов Для Метастаз Я Применяю Средство Своё Средство Это Радуга 3 У меня Есть такая Штука Это Экстракт Фитокомпонентов И И Использую Внутривенно Вожу Подкожно Внутримышечно Там По-всякому И у людей Уменьшается Объем Опухоли Уходят Метастазы Значит Что туда Входит Ну Вы Можете Использовать Березовый Деготь Можете Использовать Бересту Можете Использовать Амелу Белую Можете Использовать Гриб Чагу Можете Использовать Кипрей Можете Использовать Лимонник Вот И В принципе Еще другие Разные Противоонкологические Средства Дело в том В чем Опять же С моей точки зрения Любые Онкологические Процессы Проявляющиеся В том или ином Органе Это лишь Следствие И если мы будем Справляться Пытаться справиться Только лишь С каким-то Следствием Поразили Метастазы Печень И давай Печень лечить То Результата Мы не получим Потому что Будем гоняться Только лишь За тенью Этого рака Необходимо Устранять Причину Возникновения На наш взгляд На мой взгляд Это Грибковая Вирусная Инфекция Необходимо Убирать В целом Очищать Организм От нее И тогда Метастазы Будут уходить Но В любом Случае Как проверенные Средства Помогающие При онкозаболеваниях Это Сыроедение Это Голодание Это Диета На овощных Соках Вот Это основные Средства Ну а дальше Если хотите Вы можете Написать На радио И Мне Передут Ваше письмо Я смогу Более конкретно Ответить После того Как получил Дополнительную информацию Вообще Про Радугу-3 Я сегодня Слышу Первый раз Видимо Как-то Отстал от жизни Думаю Что скоро Нам придется Делать Еще один Эфир По онкологии И Общему здоровью Вот именно Про это Название У тебя же Пузырек Там не написано Радуга-3 Пузырек У меня твой есть Но там не написано Радуга-3 Вот я про что В чем я Отстал Ладно Хорошо Идем дальше Вопрос эфир От Ярагора Арират Можно ли у тебя Получить ответы На простые вопросы При обращении В фейсбук Или нет На то время У тебя А то Осень Задал вопрос И нет Ответа Ярагора Благодарю за вопрос Мне жаль Что так Не дождалась Ответа На самом деле Конечно Задавай Но если я не отвечаю Повторно Пишите Вот я всех призываю Потому что Много людей пишут Я стараюсь всем отвечать Если вдруг я По каким-то причинам Попросту говоря Запарился И не ответил Там как-то Пишите Напоминайте Повторно Что вот Задавали такой вопрос Хотели бы получить ответ И я всем отвечу По мере возможности То есть я отвечаю На все вопросы Иногда Что-то просто проскакивает Многие люди пишут И я в порядке Живой очереди Отвечаю То-то-то Прихожу после работы И уделяю этому Специально какое-то время Там час Может полтора Сижу Пишу ответ Вот И если не ответил вам Напоминайте о себе Что вот Хотели бы получить ответ Я всем отвечу Угу Я вот еще Что хочу сказать У нас уже Мне однократно говорилось Что стайд Находится в состоянии Уже Заполнения Новый сайт И Надеюсь Что вообще Он скоро появится Если до этого Я смотрел только на разработку Как там все производится То теперь Уже я вижу Что он находится В стате заполнения И окончательного тестирования Там уже целая команда Тестировщиков работает Которая отслеживает ошибки Которые В математике сайта То есть Программное обеспечение сайта Там наблюдаются Кое-где В различных версиях Браузер и так далее Но дело не в этом Я надеюсь Что он скоро появится И в этом случае Тогда Рераду не придется Где-то там сидеть Только в чате В того же самого Вконтакте Или в фейсбуке Все будет собрано В одном месте Он просто будет Как ведущие рубрики Размещать свои Видеозаписи Размещать свои ответы Вопросы И так далее То есть Все будет Сконцентрировано В одном Очень удобном месте И вам не придется Прыгать В фейсбуке В одноклассниках Или где-то еще Пытаясь достучаться До Рерада И что-то Там от него узнать Здесь уже будет Все более доступно И понятно Вот Так что Очень жду Когда это все появится Как только последние ошибки Влияющие на работоспособность Сайта будут устранены То в этом случае Мы сразу сайт Запустим В том виде Как он и есть И потом по ходу Будем доделать Уже там Уже не математические Не программные вопросы А именно оформление Чтобы он Еще и смотрелся Достаточно хорошо Ну как-то так Идем дальше Вопросы в эфир От Хаврошечки Безмерно радуюсь Слушая вас Обоих Слышала рассказ От жительницы Тайги Местный лесник В керосине Замачивал Изрубленную хвою Настойку Раздавал Всем плохо ходящим В деревне Народ Мазал Этой настойкой Ноги И все Дословно И все дословно Вылечились Мудрые Чем объяснить Высокую эффективность Вспоминается Булгаковская Только глоток Керосина Может спасти Смертельно Раненого кота Второй Можно ли Использовать Для такой настойки Старую Новогоднюю Ёлку Благодарю за вопрос Очень интересный вопрос Тут Суть в чем Керосин В частности Его Такая легчайшая Фракция Нефраз Она обладает Очень хорошими Свойствами Для вытяжки Всем известен Тодикам Штука Вытяжка Кожиры Зеленого Грецкого ореха На этом Нефразе И Керосин Вытягивает Способен Вытягивать Из растения Очень важные Компоненты Не повреждая Их И сохраняя В этой Биологической Активности А еловая Хвоя Это тоже Очень активный Биологический Компонент Который Содержит Массу Полезных Веществ В том числе И флавоноидов И прочих Там Полезных Вещей И Когда Такая вытяжка Готова Человек ее Употребляет Конечно его состояние Улучшается Там Мазал Развал всем Плохоходящим В деревне Ну и вот Видно улучшало Общее состояние Либо воздействовал На ту причину Почему человек Плохоходил И человеку Становилось Лучше Это Такое Действительно Возможно А по поводу Старой елки Я думаю Что здесь Целесообразно Использовать Свежую Хвою Потому что На старой елке Она уже Иссохшая Думаю Потеряла Уже И свои Эфирные Вещества Которые Имела Думаю Не целесообразно Старую елку Использовать Свежую Хвою Думаю Интересно Было бы Попробовать Кстати Проходя обучение Вессоранной терапии Такой рассказ Слышал Рассказывали Что Тряпочку Смоченную В керосине Кладут На голову Больному Гриппом И Это Является Очень хорошей Профилактикой Гриппа Не то что Человек Выздоровел А он Не заболел Делали В группе Людей Так вот Такую профилактику Клали Мазали Клали Тряпочку С керосина На голову Они находились С ней Какое-то Время И Состояние Было Стабильным Заболеванием Они не болели Конечно Применение Керосина В народной Медицине Оно Достаточно Обширное И мы Горло Полоскают Его И при определенных Условиях Внутрь Принимают Достаточно Полезная Вещь Но Я в силу Определенных Причин В своей Практике Работе С пациентами Его не Использую Кроме Тодекампа Сам Внутрь Не принимаю Но О его Лечебных Свойствах Мне много Известно Я думал Ответишь Как в анекдоте Про Сильные Слабительные Напомню Ну Когда Аптекарю Надо было Отлучиться И он Дворника Позвал Чтобы Тот Стоял И Посмотрел Просто За прилавком Чтобы Не растащили Ничего Когда вернулся Говорят Ну что Все нормально Все нормально Кто заходил Да Заходили Двое Кто Двое Ну Там Больные Просили Средства Один Говорит На костылях Пришел А второй Сильным Кашлем И что То Сделал Ну как Сильно Просили Я вот Это Им дал И показано Сильное Слабительное И что Дальше Ну один Говорит Принял Сразу Здесь Сначала Поблагодарил Пошел На костылях Медленно Пошел Потом Быстрее Потом Костыли Бросил Побежал А второй А второй Вон он стоит Кашлянуть Боится Я думал Примерно Так Ответишь Ну ладно Идем Дальше Согласен С керосином И полоскал Горло Он сидит Когда Как-то В свое время Еще Не вел Здоровый образ Жизни Скажем так Все пытался Вылечиться От каких-то Проблем То там От соплей То там От аллергии То еще От чего-то И вот С керосином Как-то Упражнялся Интересное Ощущение Да Припоминается Так Идем дальше Вопрос Эфир от Олега Из Иркутска Здравия Рират Известно Что при убийстве Животных В их кровь Выделяются Токсины Но мясо Как правило Жарят Варят А огонь Очищает Убивает Негатив Половина Славянских Обрядов Связана С огнем Как говорили В древние времена Мясо Переваривай Рыбу Пережаривай Поясни Сей момент И второе Исследования Некоторых Ученых Показывают Что растения Имеют Чувство И память И запоминают Того человека Которых Их повредил А человек В результате Своей Жизнедеятельности Срывает Определенные Растения Трава Для употребления В пищу И для засушки И последующего Употребления Отсюда Не Перенимает Ли человек Негатив От скошенной Травы Овощей Фруктов И сорванных Веток Растений Благодарю Олег Из Иркутска Олег Благодарю За вопрос Очень важный И очень интересный Вопрос Что касается Мяса При убийстве Животных В кровь Выбрасывается Большое количество Адреналина И тем самым Мясо Отравляется Насколько я знаю Его термическая Обработка Она не устраняет Этих последствий И если уж так Говорить То есть Является ли мясо Чистым продуктом Чистым Очищается Через огонь То В целом Я считаю Что человек В данных Исторических Условиях Употребляет Мясо По необходимости То есть Я считаю Что Употребление мяса Навязано Человечеству Но Так получается Что я Допустим Сам Мясо Иногда употребляю В большей степени Морскую рыбу Но Делаю это Можно сказать Не то что Безысходности Конечно Я могу Сделать выбор Но В связи с тем Что Семья моя Так питается Я не выделяюсь Питаюсь вместе с ними Чтобы в случае чего Понимать Что с ними происходит Вот И Не думаю Что Можно Связывать Употребление Мяса С Какими-то Обрядами Предков Которые связаны С Огнем Там Несколько Другая Думаю Ситуация Вот Мясо В любом случае Я считаю Что отравлено Если Животное Мучилось Перед смертью Это раз Мясо Переваривая Рыбу Пережаривая В любом случае Рыбу тоже Следует Подвергать Теремической Обработки Вот Либо Ее Сильно Замораживать Длительное Время Либо Пережаривать Но Если Жарить То Толщина Мяса Кусков И рыбы Не должно Вышать Восьми Сантиметров Тогда В принципе Поддлительное Обжаривание На Медленном Огне Все это Получается Нормально Не остается Крови В которой Могут Быть Бактерии Или Яйца Паразитов И Оно Является Пригодным Для употребления В пищу В том плане Пригодным Что дополнительными Какими-то Гадостями В виде Ейц Глисток Мы оттуда Не заразимся Но Какой образ На себе Нанесет Очищает До конца Ее огонь Не очищает И потом Мясо При непосредственном Контакте С огнем Мы же не делаем Последнее время Мы Да На газовой Плите На электрической Плите Жарим ее При поднятии Температуры Сковороды Но Имейте ввиду Что температура Пламени Порядка 400 градусов Может быть Достигать А температура Нагреваемой Поверхности Сто с небольшим И вот Здесь тоже вопрос Если вы жарите Мясо На открытом огне Это одна ситуация Если вы Готовите мясо В каких-то Домашних условиях Даже на углях То это Совсем Другая ситуация И хочу вам сказать Что если вы будете Готовить мясо На открытом огне Нету Ничего хорошего Ничего съедобного В принципе Вы особо не получите Мясо Буглится Да и все Снаружи будет Подгоревшее Внутри сырое Поэтому для его Приготовления Используются Угли Но не огонь И Угли Это все-таки Несколько другое Нежели огонь Правильно И поэтому Собственно говоря Первая часть Вашего вопроса Она Несколько Получается Несостоятельна Что касается Второго То безусловно Всегда Когда взаимодействуешь С живой природой Необходимо Находиться С ней в контакте И Объяснять Свои действия Говорить Это если Чисто Глубоко Экологически Подходить Как сделать Так Чтобы Ты получил Действительно Чистый Здоровый Биологический Материал Те же самые Травы Нужно Общаться С природой Пояснять Объяснять Говорить Что ты не все Выкашиваешь Говорить Для чего Ты это берешь То есть Хочу сделать Настоят Вартом Полечить Себя Друзей Родственников И так далее И тогда Природа понимает И одаривает Тебя Если же Ты варварски Подходишь И Там Все Выкашиваешь Покуда глаз Хватает Запасаешься На 10 тысяч лет Вперед Разрушая Экологическую Систему И так далее То есть Если варварски Подходишь Потребительски Подходишь К использованию Природы Тогда конечно Ничего полезного Особенно здесь Не будет Ну не то Что ничего полезного Какие-то конечно Флавонолы Сахара Ну и прочие Полезные вещества Которые есть В листьях В травах Они сохранятся Но вот Энергоинформационный Образ растения Он может быть И не будет Передан Почему-то Иногда говорят Вот Травы собраны Там-то Теми-то Они вот так Хорошо работают А вот Мы здесь Травы собираем У нас совсем Другое дело Потому что Возможно Когда Кто-то Собирает Здесь Травы Мучаются Перед смертью Травы Испытывают Какой-то Ужас И так далее Ничего хорошего Здесь конечно Не будет Поэтому Когда вам Необходимо Сорвать Траву То поговорите С травкой Объясните Что вы сейчас Хотите сделать И очень бережно И с уважением Произведите Это действие Тогда Трава Прикодное И очень эффективное Для лечения Я с тобой Полностью согласен Дело в том Что в этом мире На этой земле Всё для человека Для человека Хозяина Хозяин Никогда не будет Разрушать Своё добро Хозяин Никогда не будет Разрушать Тот мир Которым он Хозяин Иначе Это будет Какой-то Потребитель А потребители Всегда получают Что-то Нехорошее Потому что Он Обязан Заплатить За потребление Вот здесь Надо понять Чем отличается Хозяин От потребителя И если Потребитель Не платит То на него Возлагаются Определённые Санкции Чтобы с него Востребовать Запотреблённое Хозяин Всегда Относится По-хозяйски К любой Былинке К любой Саринке Что есть На земле Он всегда Относится По-хозяйски Потому что Земля ему Вверена В хозяйствовании Она доверена И в этом случае Всё что есть На земле Служит Хозяину А он Служит Земле Матушки Вот эта Интересная Взаимосвязь Она определяет Всё А потребитель Не служит Земле Он хапает Это подход Не наш Это подход Пекельных Миров Естественно Что за такой Подход Вам придётся Там нести Ответ Но если Вы не Представитель Пекельного Мира То в этом случае Вы попадаете В пекельный Мир Для определённых Манипуляций Над вами Можете Там вам платить Много А потом Начинает Распадаться Кроме Вот этих Самых Гормонов И вредных Веществ Каких-либо Там Антибиотиков И прочего И далее Когда он начинает Этермически Обрабатывать То в этом случае Полезное Всё Что там И могло быть Наминокислоты И так далее Они начинают Разлагаться Разрушаться А вот Вредоносные Какие-то Они Не разлагаются Не разрушаются Получается Что Пользы Как-то Особый Человек Из Несвежего Мяса И тем более Мясо Которое Неправильно Приготовлено Он не получает Там всего Этого Уже нет О чём Диетологи Говорят Которые Сырое мясо Всё-таки Измеряют А не Варёные И жареные Или не Переварёные Или пережаренные И тем более Не свежие Свежие Вот И Это надо всё Учитывать И плюс ко всему Диетологи Никогда вам не скажут О том Что Помимо тех Полезных Веществ О которых Они говорят В мясе Современно Присутствуют Это всё Надо учитывать Что же Касается Огня Если Согласен С тем Что сказал Рират От себя Добавлю Не приносите Жертвы Кровавые Вот Это Одна из заповедей Которая Присутствует В славянском мире Ибо Не принимают Боги Невинные Жертвы Крови Невинной То есть Всё что Живое Где есть Кровь Это имеется Ввиду Не надо Там какую-то Маленькую Часть Вхватывать Из каких-то Заповедей Говорить Ну вот Кровь Типа Сливайте А дальше Всё нормально Нет Всё Где текла Кровь Это всё Невинные С точки зрения Высших существ Высших богов Представления И Это не нужно им Мирские им Эти жертвы Вот Поэтому Если следовать Этой заповеди То тогда Сравнивать О том Что огонь Всегда В каких-то Славянских Обрядах Принимал Участие В данном Случае Не подходит Во-первых Это не обряд Это приготовление Пищи Во-вторых Огонь Применялся Если мы говорим Про белковую форму жизни Это как крадирование А крадирование И жарка Для употребления Это разные То есть Покойника Вы не едите Когда Например На кроде Обугливают Что-то Вы потом Не выхватываете Обгорелое ухо Или пальчик Или что-то Ещё И не грызёте Это дело Никто-то не бежит Первым нос Отгрызать У покойника Который на кроде Так что это надо Учитывать Если мы говорим Про кроду Это одно Если мы говорим Про приготовление То к обряду Никакого отношения Не имело Если мы говорим Про заповеди Там чётко сказано Кровавые жертвы Не приносить Животных Не убивать Для того Чтобы приносить Жертвы И так далее Поэтому огонь Обряды И приготовление пищи В данном случае Несоизмеримы Ну Как-то Вот так Идём дальше Из ютуба Вопрос От Юлия Или Юлия Да Юлия Из Геленджика Скажите Если ребёнок И у него кашель Сохраняется В течение трёх месяцев Что это может быть Ты уже ответил На вопрос И здесь Уточнение Как можно лечить У ребёнка Бронхиальмную астму Это видимо Дополнение К тому вопросу Что месяц долго В несколько месяцев В три месяца Сохраняется кашель То есть Связывают Судя по всему Врачи С забронхиальной Астмой Благодарю за вопрос Юлия Можно лечить При помощи Ингаляций Ингаляции Делать На основе Ребёнок На основе Минеральной воды Берёте Лечебно-столовую Не просто Столовую Минеральную воду Питьевую А именно Лечебно-столовую Нарзан Или Есентуки Насколько я помню Четыре И вот Можно ими Делать ингаляцию Можно Делать ингаляцию При помощи Перекиси водорода Вообще Одна из причин Возникновения Бронхиальной астмы Это Вхождение инфекции Обычно Это бактериальная Какая-то инфекция В бронхах И Спазм бронхов Сохраняется Для того Чтобы не пустить Эту инфекцию Дальше В легких Чтобы не было Воспалительных Процессов В легких И вот Делая ингаляцию Какую-то Противовирусную Противобактериальную Можно Справиться С этой астмой В качестве Ингаляции Можно использовать Перекись водорода Но не в чистом виде А я Опять же говорю В зависимости от Возраст ребенка Чем меньше Тем Меньше Доза Его была Допустим Если совсем Маленький ребенок То До года То это 5-8 Капель На стакан Именно на стакан Можно делать От этого состава Брать и Ингалировать На стакан Минеральной воды Я допустим В своей практике Иногда применяю Экстракт Бересты Это хорошее Противовирусное средство Экстракт полыни Делаю ингаляцию Вот Хороший Противовирусный Экстракт чаги Делаю И тоже Этим Ингаляцию То есть Беру Допустим Экстракт чаги Полыни Бересты Добавляю туда Немножко Перекиси водорода И вот таким Вот образом Ингалирую Через Компрессорный Ингалятор И Состояние По дыханию По кашлю Становится легче Попробуйте Таким образом Но убедитесь Что там Нет червяков Прежде всего Понятно Все Закончил Да Да Закончил Я реплику Прочитаю Васильевич Подбросил реплику В чат На улице Столько женщин С цветами Если не знать Что завтра Восьмое марта Может показаться Что умер Стас Михайлов Да Такой Черный юмор Ну как говорится Не бровь А в глаз Ладно Идем дальше Вопрос В эфир От Ярагора Немного По старым Темам Арират Ты говорил О некоторых Особенностях При употреблении Соды В частности Что-то Про мышцы И физическую Нагрузку Повтори пожалуйста Про побочные Явления У тебя вообще Сколько времени До пятницы Следующей Ты совершенно Свободен Или как Вопрос Совершенно Свободен Хорошо Тогда отвечай Значит Не могу связать В памяти Этот вопрос Отвечу заново Не помню Там такой вопрос Что касается Мышц И физические Нагрузки То наверное Я говорю Что когда Внутривенно Вливают соду То кровь Становится Более жидкой Более здоровой И соответственно Человек Становится Более физически Выносливый А мышцы Лучше наполняются Кровью А побочные Явления При употреблении Соды Но на данный момент Мне пока неизвестно Возможно Если Содовый раствор Употреблять Сдуру Неверно То можно Там вызвать Какие-то Разрушения Нарушения Слизистой желудки Это если Соду не гасить Если употреблять Слишком большую дозу Свыше одной чайной ложки Если употреблять Свыше шести раз в день Ну и так далее При нарушении Слизистой желудка То тогда Можно вызвать Какие-то Конечно Проблемы А так Если Употреблять Разумно Мне это Неизвестно То есть Разумно Гасить Небольшими дозами Ориентироваться На собственные Вкусовые ощущения Приятно Неприятно Тогда нормально В общем Да Нужно все делать Разумно А то Сдур Как известно Много чего Можно сломать Например Один знакомый Лбом Кусок от печки Отломил Потом ремонтировать Пришлось Так что Разумность Разумность Еще раз разумность Товарищи Как говорил Великий Так Дальше Вопрос в эфир От Хаврушечки Мудрые Какой заговор Применить Чтобы пожилые Родичи Вспомнили Забытое Едят все В перемешку С таблеточками Ссылаются На голодное Время войны Что с ними делать Благодарю за совет Благодарю за вопрос С точки зрения Моей философии Им можно подсказать Допустим Послушать Сегодняшний эфир Или другие Наши эфиры Дать посмотреть Какие-то видео То есть Человеку дать информацию А дальше Он будет принимать Решения самостоятельно Я являюсь Противником того Что влиять на человека Его заставлять Принуждать Каким-то образом Даже если это Принуждение к здоровью Или к здоровому Ображу жизни Вы можете С моей точки зрения Подсказать Направить А дальше захотят Они не захотят Потом у каждого человека Свой путь Может быть Такой вот У человека путь Нужно Уважать другого человека Уважать его выбор Может быть Человек сделал такой выбор И идет В соответствии с ним Ну я наверное Ответил Такой Несколько печальный ответ Потому что От тебя ждали ответ Но вот сейчас Ты как скажешь Так и сразу Все Вспомнят Как надо жить За ум Возьмутся Я с тобой Полностью согласен В том что Во-первых Если вы Являетесь Ребенком По отношению К этим Взрослым людям То вы не имеете Права Ни на чем Настаивать Вот И Никакой Загородом На случай Применять нельзя Поскольку Это будет Являться Нарушением Доброволия Любое нарушение Влечет за собой Последствия Для того Кто это нарушение Осмысленно Производит В мире То есть Вы нарушаете Законы мира Мир к вам Примет Такие же нарушения Найдется кто-то другой Кому не понравится Как вы что-то делаете И он будет Применять Те же самые методы Если вам это надо То пожалуйста Ищите заговор Применяйте Чтобы родичи Вспомнили забытое Если же вы Стоите на позициях Того что Доброволие Превыше всего И Они выбирают Свою точку зрения И свой образ жизни То тогда Вы можете Просто-напросто Помочь Разобраться В жизни Но Не нарушая И жизненный путь Например Дать послушать Какую-либо беседу Какую-либо Литературу Книжицу Передачу В конце концов Встретиться Помочь С каким-то Человеком Который Приближаясь К их возрасту Например Изменил свою судьбу В лучшую сторону Изменил свою жизнь В лучшую сторону Только наглядные примеры Без насилия Без каких-либо там Ну таких вот Приёмов Как заговор Или Капельки какие-то В пищу Или ещё что-то Только так Только так Реплика из Ютуба От дяди Стёпы Народные песни Исцеляют Лучше Это здорово Согласен Вопрос эфир От Тианы Рират Алексей Благодарю вас За интересный эфир Немного хочется Тоже Разъяснить Очень много Вы сказали О заговорах И также Немного Затронули обряды Хотелось бы Обратить внимание Что заговоры Бывают разные Зачастую Информация В общем доступ В общем доступе Это новодел Да Мало того Что новодел Так ещё И недодел И использование Таких заговоров И обрядов Зачастую опасно В лучшем случае Ничего не произойдёт Ну а в худшем Может схлопать И В общем схлопотать В обратку Да Что скажешь? Думаю Да Наверное Да Я Честно говоря Специально Вот так Не Изучаю Последствия Негативные Последствия Каких-то там Неправильных Заговоров Или обрядов Думаю Что если человек Конечно лезет В высшие сферы И при этом Не готов И с какими-то Неземными мотивами Применяет Какие-то Знания светлые То конечно Он получает Обратку Я здесь Не согласен Как говорится Не знаешь броду Не лезь в воду Это первый принцип Любого человека Который хочет Кому-то Помочь Ну а сначала Человек Когда пытается Пробудить Какую-то силу Используя Заговоры Которые он Где-то там Прочитает То он Эту силу Может пробудить Но сможет ли он Ее обуздать Каким-то образом Направить ее Туда куда он Хочется В другой Вокус И если не сможет То она конечно Его может Закрутить Как ураган Вихрь И в жизни человека Могут происходить Разные катаклизмы Хорошо если он Ту силу еще пробудет Которую не сможет Управлять Та сила Она еще Как-то так Еще той окажется А то бывает Как найдут бутылку Ну давай ее открывать А там как вылет Какой-нибудь чумазенький Вот И начинает Ну что Три желания А дальше Все каюк Вот И как в сказке Человек потом учится Какое-то третье желание Задать Чтобы избавиться От этого чумазенького Опять бутылку Загнать Такие проблемы Существуют Поэтому не знаете Броду Не лезьте в воду Несуйте руку туда Где вам могут ее оттяпать Это самое простое Что можно сказать Во-вторых Хотите изменить мир К лучшему Изменитесь сами Уже много раз Об этом говорили Дальше Реплика Алексей Добрый вечер Я практикующий врач Педиатр У меня есть дар Ясновидения Я лечу не только Тиропрепаратами Я уже много Вопросов задала Но вы еще Вы о них не ответите Хочу узнать Ваше мнение Юлия из Геленджика Юлия Ну вот до этого Мы все вопросы Зачитали Ваши Поэтому Не знаю что И ответить Все По очереди Зачитывать Как вопросы К нам в чат Поступали В админский Так я их И зачитываю Мы же вроде Ответили Про всех Да-да-да Ну просто Просто так Получилось Что Эта реплика Поступила После того Как вопросы Поступили В чат И она была Зачитана После того Как мы уже На вопросы Дали ответы Поэтому В очередной раз Предлагаю Нашим радиослушателям Не торопиться Иметь выдержку И хладнокровие Относиться Ведически К этому миру И понимать Что если вопрос Был задан То скорее всего Он прозвучит А не делать Какие-то поспешные Выводы И так далее Я знаю Что я не один Живу на этом свете Поэтому Кто-то еще Мог вперед Меня задавать вопросы И я на это Нисколько Не обижаюсь И не расстраиваюсь По этому поводу А просто-напросто Жду очереди Своего вопроса Итак Вопрос в эфир От Олега Из Иркутска Рират Подскажи Вот когда я Начинаю употреблять Только растительную пищу В пост То у меня Грубеет голос С чем связано Данный эффект Благодарю Благодарю за вопрос О грубении голоса У мужчины Зачастую Связано Только лишь С состоянием Простаты Ну вообще Репродуктивной системы И если там Есть какие-то проблемы То голос Грубеет Здесь можно Предположить Следующее Что если Во время поста Вы употребляете Одни овощи То вследствие Этого Может происходить Какая-то Нагрузка На мочекловую систему Но в целом Ее быть не должно Но единственное Можно предположить Что порция Этих овощей У вас Допустим Большая К примеру И вследствие этого Возможно Большое количество Овощей По каким-то причинам Остаются Непереваренными Кишечники И отягощают Отсюда же Может быть Следующая версия Что Может быть Вам делали Операцию По аппендициту Или же У вас Кишечники Не хватает Ферментов Которые Переваривают Овощи Поэтому Овощи Отягощают Ваш кишечник И вот У вас Происходит Такая ситуация С голосом Они отягощаются Придавливают Сосуды Которые Распределяют Простату И простата В этом случае Начинает Слегка Подвоспаляться Это отражается На голосе Голос грубее Это предположение Вот Здесь можно На мой взгляд Провести Вот такую Личинно-следственную связь Возможно Если у вас Порция Большая Или же Овощи Не перевариваются То это может Отягощать Тонкий кишечник Вот так Я с тобой Согласен Вот в том Что Ферментов Может не хватать И поэтому Происходят Какие-то проблемы Дело в том Что Пост Если это просто пост Это кратковременное Воздействие На организм И Уборка Чего-либо другого Привычного Для организма Из-за рациона Поэтому Например Какие-то бактерии Еще не появились А старые Они заточены На что-то другое Поэтому Старые Не справляются Они не получают Того рациона К которому Они привыкли На который Они заточены А новых Еще нет В нужном количестве Поэтому Пища Может не Перевариваться И вызывать Какие-то Отягощения Если же Вы Начинали бы Употреблять Больше Здоровой пищи Постоянно А не только В пост То в этом случае Через месяца Через месяца Два Три У вас Выработался Полный Набор Тех Помощников Ваших В организме Которые бы Перерабатывали Все Что у вас Идет 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 В новом Рационе А так Просто Пост Он Да Как Переход На что-либо Он может Воздействовать Как например Из-за того Что какие-то Ферменты Там у вас Отсутствуют Может быть Какое-то Воздействие На организм И в этом случае Организм Какую-то Ответную реакцию Дает Вот это Все надо Учитывать Но Кратковременное Что-либо Это конечно Здорово Замечательно Но это Не есть На мой взгляд То что Должно Быть Постоянно Поэтому Вот Обдумайте Может быть Вам стоит Каким-то образом Пересмотреть Вообще Рацион Своего питания И Тогда Через какое-то Время Уже Вы сможете Например Арида Ариаду Позвонить Сказать Вот полгода Прошло Рацион изменил У меня Здоровье Улучшилось Голос Не грубеет Все замечательно Все хорошо И так далее Или наоборот Сказать Вот я По совету Алексея Изменил рацион Но у меня Ухудшения Произошли Какой-то Алексей Мерзавец Зачем ты В очередной Раз Что-то Мне советуешь Это был Не совет Это всего лишь Мысли Слух Идем Дальше Идем Дальше Из Ютуба От Виталия Вопрос Когда Открываю Веки Обоих глаз Внутри Видны Тонкие Красные Вены С чем Это связано Такие же Венки Полости рта Возле Гланд С чем Это связано Виталия Благодарю За вопрос Венки В области Век Говорит О повышенном Давлении В области Печени В протоках Печени А венки В области Гланд Там В глазах Видны Вены В глазах Венки Отгибают Открывают Я о глазах Говорю Если красные Венки В глазах Это повышенное Давление В протоках Печени А если Венки В области Гланд То это Какие-то Воспалительные Процессы В области Малого таза В нашей Системе Это так Но это Находит Отражение В реальности В действительности Смотришь У человека Если горло Воспалено Это всегда Какие-то Проблемы С репродуктивной Системой Половой Системой Спасибо Хорошо Идем дальше Вопрос В эфир От кого не написано О чем говорят Горящие По ночам Пятки У клиентов Скорее всего Я так предполагаю От Жени Пятки У клиентов Я Не понимаю Природу Этой боли Поэтому Не знаю Как лечить Это Ну Конечно Вопрос интересный Спасибо за вопрос Так ложится Пациент И свет выключает А пятки горят Красиво Это как Возможность Ну да Возможность Здесь опять же Относительно Лишнего веса И Так бывает Когда слишком Большая нагрузка А вес тела В большей степени Переносишь на пятку То Вот эта вот Большая нагрузка И человек Первое время Когда ложится То у него Могут гореть пятки Из-за Дополнительного притока Крови туда Которого там Не было Или из-за Развития Каких-то Процессов Вообще Пятка Это проекционная Зона головного Мозга И тут Можно предположить Другое Что По ночам Возможно Изменяется Какая-то Происходит Какая-то Дополнительная Активность Мозга И вот Это Сказывается На проекционной Зоне Там Происходят Какие-то Рефлекторные Воздействия Можно Вот это Предположить Здесь Наверное Пятки горят У кого Чаще У мужчин Или у женщин Каким Трудом Они заняты Какую Обувь Они носят Как много Они стоят На ногах И Что одевают Например Если это Женщины На ноги Эти вот Моменты Следует Учитывать Помимо того Головой Они работают Как Отбойным Молотком Или Это Человек Умственного Труда Ну вот Если Все Эти моменты Знать То Тогда Наверное О чем-то Можно Более Подробно Говорить В эфир Жгонка Это здорово У меня После многолетнего Тяжелого спорта Позвоночник Весь трещит А жгонка Помогает Из ютуба От Волохова Константина Вопрос в эфир Чем Может быть Вызвана Локальная Повышенная Болезненная В скобочках Чувствительность Кожи И мышц Благодарю За вопрос Значит Локальная Чувствительность Болезненность Кожи И мышц Может вызвать Кожа Прежде всего Это Когда Лимфа Находится В состоянии Геля То есть Уплотненным Состоянием Лимфы В этой области И тогда Кожа Очень болезненная Здесь Ну а мышцы Соответственно Гипертонус Мышцы Появляются Или застой В этой мышце Вообще Область Где Лимфа Застойная Гелеобразная В этой области В проекции Этой области Всегда существует Какая-то В организме Проблема Там Обязательно Будет Существовать Венозный Застой Который Возможно Вы ощущаете В мышцах Может Существовать Венозный Застой В проекции Органа Которые Там Находятся Но По поводу Кожи Это Густая Лимфа Скорее всего Гелеобразная По поводу Мышцы Это Опять же По-видимому Либо Гипертонус В следствии Нарушения Кровоснабжения Каких-то Невротических Факторов Когда Сжимается Она сильнее Либо Венозный Застой В ней Вот так Женя Написала Макарова От Жени От Жени Благодарю Я поняла То есть Угадал я От кого Был вопрос Идём дальше От Юли Вопрос Как Можно Завести Наверное Ленивый Кишечник У ребёнка Мамы Дают Дюфалак 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 И Обращаются С жалобами Что Ребёнок Три-пять дней Не Не может Видимо Так Не может Сходить В туалет Благодарю За вопрос Юли Насколько Я понимаю Это Юли Педиатр Из Геленджика Так вот Завести Кишечник Ленивый Можно При помощи Ручного Массажа Живота Вот И Также Необходимо Стимулировать Отток Желчи Чтобы Желчь Попадая В тонкий Кишечник Стимулировала Работу Кишечника Вот Возможно Применение Каких-то Горечей Которые Будут Стимулировать Отток Желчи Но В основном Это Ручной Массаж Живота Если Такому Ребеночку Пропальпировать Живот Наверняка Найдутся Болезненные Участки Вот эти Болезненные Участки Нужно Потихонечку Растрясти Размять Размассировать Чтобы Восстановить Там И Вдвижение Лимфы Чтобы Снять Венозный Застой Восстановить Функциональную Способность Кишечника Ну а так Можно стимулировать Чем-то В качестве Какей-то Горечи Или Желчи Вот Так Наверное Пока Можно Ответить Причем Я хочу Отметить Что В данном Случа Рерат Не просто Так Из-за Начитанного Это Все Он Говорит А Это Все Проверено Лично Им Неоднократно И вот Недавно Был Опыт Насколько Я Помню Когда У грудного Ребеночка Была Тоже Сделана Манипуляция С животиком И там Все Было Поправлено Ну да Да Безусловно Это Тоже Постоянно Приходится Работать Малышом Ему Сейчас Уже Шесть Месяцев И С животиком Бывает Начинаются Тоже Какие-то Проблемы Либо Плохо Ходит Туалет Либо Переворачиваешь Лицом Вниз Берешь На ручки Одну ручку Под животик И вот Мягкими Манипуляциями Под животиком Прощупываешь Где у него Там что плотно Убираешь Разминаешь Обычно У деток Все эти спазмы Напряжение Уходит Очень быстро И легко И бывает Так что Человек Ребеночек Под твоими руками Тут же Начинает Пухать Тут же Начинает Может даже В туалет ходить Так что Будьте готовы К этому На всякий случай Вот Вот Это все здорово И обратите внимание На то что Некоторые животные Делают Аналогичный массаж Своим маленьким Деткам Я неоднократно Облюдал Когда еще Был маленький Деревня Как-то мне нравилось Смолить За животными Как коровы Телят иногда Живот массирует Телятом Как хрюшки Поросятом Животик массирует Собачки тоже Вот Не с того не с сего Поросенок ложится Там перед мамой На спинку Лапки раздвигает Стороны И хрюшка Начинает ему Пятачком Там возить По животику Так забавно Все смотрится А теперь Я когда уже Стал взрослым Я понимаю Для чего Это все делается Это своего рода Такая латка Живота Вот Или корова Там начинает Друг не с того Не с сего Проминать Теленку Живот Так что Это все Живым организмам На земле Свойственно И надо Наверное Это все Применять В жизни Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Арират Будет добр Совет Очень надо С чем Может быть Связано Изменение Вкусов И появление Раздражения На запахи От некоторых Продуктов У женщины В 70 лет Это моя матушка Благодарю Благодарю за вопрос Олег Здесь Возможно Следует Обратить внимание На селезенку И на мозговое Кровоснабжение Потому что Изменение Вкусов И Приобретение Допустим Каких-то Бестрасти К продуктам Которые вроде бы Раньше Никогда не любил Или же Они С каким-то Противным запахом Еще Что-то Такое Это Касается Селезенки Но Остальные вещи Изменение Вкусов Пищевых Пристрастий И так далее Это Уже Возможно Мозговое Кровоснабжение Нужно Подправить Шевер Размять Животик Промассировать В любом случае Займитесь Животом Устраните Какие-либо Напряжения Там Полно Конечно Ну Хотя бы Перейдите На здоровое Питание По возможности Уберите Всю эту химию Вредная А там уже Дальше Видно Будет Хорошо Реплика В эфир От Виталия Из Эстонии Что можете Сказать Про методику Владимира Георгиевича Жданова Про глаза Честно говоря Я вот Прямо сейчас Не могу Всполнить В точности Эту методику Может Алексей Отвечет На этот вопрос Ну Опять Я Дам Ну что же Методика Интересная Лично Знаю Замечательного Нашего Профессора Вот Методика Действенна И Упражнения Которые Даются Они Очень Классные Очень Хорошие Правильно Их надо Применять Потому что Глаза Имеют Огромное Количество Мышц Некоторые Даже Не подозревают Какое Большое Количество Мышц И Как и Любые Мышцы Глазные Требуют Внимания К себе Тренировки И вот На это Направлена Методика Плюс Ко всему Методика Это Позволяет Человеку Разобраться В себе И избавиться От множества Различных Проблем В своем Организме Каких-то Зависимостей То есть Там Человек Который Приходит Заниматься Казалось бы Глазами Получает Еще Кучу Наработок По Другим Каким-то Взглядам На жизнь Так что Владимир Георгиевич Это молодец Это боец Надо Таким Людям Просто Памятники При жизни Ставить Так что Все здорово Все хорошо Но Если Еще Дополнение К этой Методике Применять Те знания Которые Говорит Ари Рат В сегодняшней Нашей передаче И других Тоже Передачах То эффект Будет Намного Больше И намного Значимее И будет Достигаться Быстрее Потому что В этом случае Мы будем Не только Поддерживать Мышцы Глаз Но мы Еще будем Избавляться От причин Которые Дополнительно Негативно Влияют На глаза И на мышцы Глаз Дальше Реплика В эфир От Татьяны Алексей Рират Благодарю За ответ Даже Не думала Про печень И почки А они На самом деле Нездоровые Начинаем Двигаться Видишь Как здорово Рад тому Что наша Передача Помогает Людям Хотя бы Задумываться В каком Направлении Куда Можно Двигаться Вопрос Из Ютуба От Анны О чем Говорит Хроническое Воспаление Глаза Особенно Реагирует На свет В магазинах На что Обратить Внимание Благодарю За информацию Ключевое Слово На свет В магазинах Благодарю За вопрос Анна Здесь Можно Предположить Что есть Герпесная Инфекция В организме И в области Тройничного Нерва В частности И плюс Насколько Работает Слезоточивая Железа То есть Как Глаз Омывается Слезой Насколько Часто Вы моргаете Вот на это Но В моей практике Если Такие частые Покраснения Глаз То обычно Это вирус Герпеса И Здесь Нужно Как-то С этим Вирусом Справляться Вот так С тобой Полностью Согласен От себя Очень хочу Добавить У нас с тобой Была передача Про психосоматику Это тоже нельзя Сбрасывать со счетов И Обратить внимание Что я же не просто Ключевое слово В магазинах Видимо Что-то Где-то Когда-то Происходило В одном из магазинов Когда что-то Не сбылось Из того Что вы хотели А может быть Ваше подсознание Говорит Слушай Ну хорош уже По этим магазинам Ходить Ну что тебе там надо Сиди дома У тебя же глаза Начинают болеть От того Что ты всякую дрянь Пытаешься там найти Может быть На это тоже стоит Обратить внимание Так Просто мысли в слух Опять же Дальше Вопрос В эфир От Михаила Из Костромы Добрый вечер Варикозное расширение Вен на ногах У женщин У женщины 68 лет Выступают сильно вены Начинают болеть Периодически Какие знания Есть По этому Недугу Благодарю Благодарю за вопрос Михаила Здесь прежде всего Нужно посмотреть В каком состоянии Вернее Не то что в каком состоянии А Проверьте пульс В области лодыжи И если пульса Не слышно То скорее всего Там Поджаты Вены По которым В области Воздушных остей По которым Кровь оттекает Из нижних конечностей Это бывает По причине Изменения положения Смещения Или воспаления Нижних отделов Толстого кишечника Там сигмовидные кишки Может быть там Перегиб Есть петля какая-то Вот И эта сигмовидная кишка Опускается туда Так очень сильно Вот И может поддавливать вену Причем Если она еще отечет Или если она Отягощена там Пищей какой-то Постоянно Там будет затруднен Венозный отток И из-за затруднения Венозной крови Из нижних конечностей Возникает Варикоз То же самое Из другой стороны Только там Слепая кишка Прежде всего Устраните это И второй вопрос Качество крови Кровь должна быть Жидкой Кровь должна быть Близкая К своим Оптимальным значениям То есть Высчайной Это основные моменты Реплика в чате От Виталия Почему вы всех Именуете Дяди Степы Мы уже неоднократно Говорили Те люди Которые не подписывают Свои сообщения Или подписывают Иностранными буквицами Будут обзываться Или тети Степаниды Или дяди Степы Обратите на это внимание То есть вопрос Задавайте по форме Вопрос в эфир С этого начинается вопрос Дальше От Павла Степановича Например Из Кемерово И дальше Это сам вопрос Если вопрос в эфир Отсутствует Фраза То в этом случае Помощники Вопрос этот К нам в чат Не присылают Если отсутствует Пояснение От кого То есть представления Нет То в этом случае Человек превращается Или в дядю Степу Или в тетю Степаниду Надеюсь я ответил На реплику Вопрос в эфир От Александра Несколько лет назад Сжёг горло и кишечник Гусиным супом После этого Состояние кишечника Ухудшилось Есть ли какие-либо Восстановительные процедуры Или отвары Заранее благодарю за ответ И хотя вопрос Очень серьёзный Но так прям Как-то Мне ответили Когда я так пожаловался На проблему Которая возникла со мной Говорит Это был знак тебе Это был знак тебе Вот Не сувайся Куда тебе не надо Вот Так что Гусь может быть Таким образом Отомстил Но это так Шутка Что скажешь Александр Благодарю за вопрос Здесь можно использовать Значит Смесь Облепихового масла И оливкового масла Это раз Там смешивайте В равных пропорциях И один-два раза в день По чайной ложке Принимайте Можете по столовой Начните с чайной Если там нормально Будет Доситка по столовой Облепиховое Оливковое масло Они будут смягчать И улучшать состояние кишечника Потом Здесь целесообразно Применять Льняной Кисель Можно овсяный Кисель Применять Ну вот Как-то так Но здесь надо Обратить внимание Что уже Несколько лет Прошло с того момента Так что Здесь уже Запущено Все это дело Ну конечно Тут еще Ручной массаж Можно было Применить Снять напряжение Как-то Потому что Любые вот эти ожоги Они сопровождаются Спазмом Напряжения В кишечнике Вот Ну Если уже Прошло несколько лет Тогда можно Попить Специальные травки Для желудочно-кишечного Травка Допустим Это Может быть Корень аира Перепешок аптечный Есть Рябинка волосистая Травки Которые Очень хорошо Улияют На ЖКТ На поджелудочную Железу Они Могут быть Вам полезны Затем Здесь Возможно Следует Использовать Отруби Для Стимуляции Работы Перистальтики Так Какие-то Желчегонные Травки Для того Чтобы желчь Начала выделяться И соответственно Работа Кишечника Улучшалась Здесь конечно Лучше комплексно Подойти И понять В чем Изначально Была проблема Потому что То что Вы Вы же не единственный Кушаете Гусиный суп Да И кроме вас Там Наверное Может быть Есть такие люди Которые Не обожглись И нормально Его съели То есть Ваш организм Был уже готов Для проблем И вот Понять причину В чем Была его готовность И вот эту причину Устранить Когда уйдут И побочные То есть Понять Зачем Вам это надо Было Для чего Хорошо Реплика В эфир От Виталия Из Эстонии Знаешь Таким этим С подходом Таким Директорским Такой сейчас Тон Так Ну что Арират Давай определяться С темой На следующий эфир Тема на следующий эфир В принципе готова Мы с Алексеем Уже разговаривали По этому поводу Ее уже Можно озвучивать Или еще Пока не нужно Да я думаю Она уже в анонсах У нас выложена Так что Кому интересно Будет лишний повод Зайти на страницу анонсов Там посмотреть Мне просто нравится Ну что Арират Давай-ка Определяйся С тем На следующий эфир Благодарю тебя Виталий Арират Принял Ты принял это все К действию Да все нормально Да все хорошо Да все Идем дальше Из Ютуба От Александра Добрый вечер Не подскажете лиц Приготовление корней Сабельника При онкологии Третьей степени Без метастазов И время Приема Спасибо Знаешь Какие серьезные вопросы К нам сегодня идут Ну Сабельник В принципе Я делаю достаточно Большую концентрацию Может быть 10-15-20% Вот И Время приема Я Принимаю Однократно Принимать Лучше В первой половине дня Вот Ну Можно Однократно Большими дозами Можно Периодически Малыми дозами Почему дозу Не озвучить Потому что Неизвестно Состояние Вашего организма Вес И так далее И все остальное Это все Нужно будет Рассчитывать На месте То есть Как-то Может быть Обратиться К специалисту Который Может вам Подсказать Либо же Самостоятельно Изучите Вопрос Насколько У вас Работают Почки Печень И Какую дозу Вам Целесообразно Сабельника Принимать Ну Вот так Хорошо На тот момент, когда ещё не определена тема, это будет всё рассмотрено, и Арираду будет предложено. Дальше реплика в эфир от Ярославы. Меня с детства периодически мучает бронхит. А моя бабушка капала керосин на сахар и давала мне сосать. Недавно я опять сильно заболела и не могла долго излечиться. Вспомнила бабушку и керосин. Но у меня была жидкая вьетнамская звёздочка. Я решила рискнуть, капнула на сахар и рассосала. Хорошо помогло. После нескольких приёмов стала меньше кашлять и быстро поправилась. Как здорово. Благодарю за подсказку. Поэкспериментирую. Вопрос от Алексея. Лечится ли сезонная аллергия весенняя? Если да, то как? Благодарю за вопрос. У нас будет целый эфир, посвящённый аллергии. Он есть на канале Народного славянского радио в Ютьюбе. Аллергия, как-то так называется. Вот там есть все ответы на эти вопросы. Потому что это достаточно обширный вопрос. Не потрудитесь, если вам это важно. Посмотрите, послушайте эфир, и вы найдёте все ответы на свои вопросы. Вопрос эфир от Михаила из Костромы. Маленький ребёнок около одного года слезится, иногда гноится правый глазик на протяжении нескольких месяцев. Подскажи, Арират, как вылечить? Благодарю. Ну, слезится гноится глазик у маленького ребёнка. Во-первых, следить, чтобы он туда грязными пальцами не лазил. Может быть, слезообразно надевать ему на ручки рукавичку. Это раз. Второе. Почаще менять простынку. Простынку наволочки на подушку. Желательно ежедневно. Что у деток, у кого есть проблемки с глазками, желательно ежедневно менять наволочку. Потому что это всегда инфекционная штука. Это вот воспаление в глазах. То есть в глаз занесена туда какая-то грязь. Обычно детки заносят её пальчиками. Там трут глаза, ещё что-то делает. Поэтому нужно менять наволочку, потому что на наволочке она остаётся. И даже если вы лечите, то она может возвращаться. Я что делал? Я делал, капал, значит, настой. Такой крепкий-крепкий чай, можно сказать, чифер. И капал, закапал глазки вот этим крепким чёрным чаем. А также делал отвар корок граната. Корки граната брал, закапал и глазик проходил. Концентрацию уже смотрите по себе. Начинайте с малой, там повышайте чуть больше. Да, согласен с тобой. Когда какие-то проблемы со здоровьем, неважно, глисты это или какое-то нагноение, то недостаточно просто постирать вещи. Ещё бы хорошо их так пропарить, хорошо утюжком пройтись в этом случае. И также и бельё тоже пропаривайте, и утюжком проходите. Вот это как из профилактик на случай, если какие-то проблемы возникают. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Можно ли помочь массажем периферическим клиенту после инсультов двух, если врачи диагностируют тромбы? Или это опасно? Ну, конечно, это может носить свою долю опасности. Возможно, здесь целесообразнее было бы использовать пиявки для того, чтобы как-то рассосать эти тромбы. Но действительно можно спровоцировать отрыв тромба, и я думаю, что это будет нежелательно. Поэтому очень аккуратно и взвешенно следует подходить. Если инсульты были, я думаю, там отрывы тромбов уже происходили. Как эти инсульты называются с точки зрения медицины, когда закупорка происходит? Это ишемический. Это ишемический разрыв геморрагический. Так что надо здесь смотреть, как быть с тромбами вообще в организме человека. Потому что то, что в голове произошло, в мозгу, это одно, но, может быть, что-то ещё. Не дай Боже, конечно, как говорится, но внутри организма, не дай Бог, там что-то где-то перекроется. Так что надо искать причину вообще, как избавиться от тромбов и что с этим делать. Дальше вопрос в эфир из Ютуба от Сергея. В разных частях тела увеличены лимфоузлы. Что делать? В той части тела, где увеличены лимфоузлы, значит, там есть некий воспалительный процесс. Либо сами лимфоузлы засорены, может быть, спорами грибов какими-то или прочим мусором. Но здесь нужно чистить лимфатическую систему. То есть убедиться в отсутствии воспалительного процесса. Если это в паху, допустим, то может быть есть какое-то воспаление простаты. Если это подмышкой, может быть там что-то где-то в области груди. Либо может быть в области легких, там шеи, щитовидки. То есть нужно убедиться в отсутствии воспалительного процесса. Если есть, то нужно каким-то образом лечить этот воспалительный процесс. Если воспалительного процесса нет, то чистить лимфатическую систему, ну, уже применять какие-то сборы для очистки лимфатической системы. Здесь можно использовать и веточки черной смородины, и листья черной смородины, и листья брусники, и корень солодки для очищения лимфы. Можно делать лимфотропку, такая процедура по очищению лимфатической системы. То есть тогда чистить лимфу. Если отсутствует воспалительный процесс, тогда чистим лимфу. Так, хорошо. Из Ютуба Иван Степанов. Вопрос про зрение. Каждый год весной зрение падает по два раза. В чем может быть причина? Ну, если весной зрение падает по два раза, можно предположить, что это какие-то гормональные... То есть весной происходят у нас гормональные изменения, а гормональные изменения связаны с печенью. Мы уже раньше говорили, что острота горения зависит от печени. Вот посмотреть, какие изменения с печенью происходят весной, а также обратить внимание на почки, на то, насколько напряжены мышцы шеи. Есть ли какие-то... Может быть присутствует вирус герпеса в области тройничного нервогени. На эти вещи обратить внимание. Вопрос очень серьёзный, на самом деле. Но я так как-то задумался. Вот интересно, если дословно перевести американцу или немцу этот вопрос, он поймёт его? Вот русские люди понимают, да? Вот каждый год весной падает зрение по два раза. Вот так перевести на английский или на немецкий. Просто кто хорошо знает на странные языки, попробуйте перевести, объясните американцу или немцу или французу. Вот дословно. Как он этот вопрос... Ну ладно, это мысли-слух опять же. Из Ютуба в эфир от Константина. Благодарю за ответ. А можете пояснить, почему лимфа загустела и как её можно сделать жидкой? Очень классный, хороший вопрос. Ну, если лимфа... Почему она загустела? Обычно она густеет вследствие малого употребления жидкости, вследствие малоподвижного образа жизни. Но обычно вследствие малого употребления жидкости и загруженности лимфатической системы продуктами распадок, продуктами клеточного метаболизма. И вообще, если выделительная система в организме работает слабовато, то могут возникать вот такие вот участки, застойные сливкой. Как исправить эту ситуацию? Ну, во-первых, пить необходимое количество жидкости, воды. Сейчас по последним исследованиям необходимо 40 миллилитров тёплой воды на 1 килограмм веса. Вот рассчитывайте, сколько в сутки вам нужно выпивать тёплой воды, не считая там супов, компотов, чаёв и так далее. Вот. Далее что ещё можно сделать? Можно прокатывать, разминать ручную это, делать какие-то лимфодренажные массажи. Очень полезно будет ходить в баню. Очень полезно делать медовый массаж. Вот, по крайней мере, банки очень хорошо. Ну, и вообще ручное обдавливание этой области будет просто прекрасно. Можно пить травки, которые стимулируют движение лимфы. Я уже об этом говорил. Лист брусники, лист чёрной смородины, корень солодки, веточки чёрной смородины. Пожалуйста. Будет помогать. Но главное, пейте побольше тёплой воды. И двигайтесь. Хорошо. Благодарю тебя за ответы. В общем-то, мы с ответами и с репликами справились. Теперь мы переходим к заключительной части нашего эфира, где ты как сказитель что-либо доброе говоришь нашим радиослушателям, исходя из всего того, что было сказано по теме русское целительство в своём многообразии. Вот, пожалуйста, предлагаю тебе что-либо доброе, вечное сказать. Благодарю за предоставленную возможность. Дорогие наши слушатели, я хотел бы предложить вам, как уже в начале передачи закидывал, можно сказать, удочку, хотел бы предложить вам приобретать мышление здорового человека. То есть зачастую многие из нас мыслят о том, как бы справиться с болезнью. И мы все ориентируемся на болезнь. Как бы противостоять болезни, как бы профилактировать себя от болезней. Мы все ориентируемся на болезни. Я вам хочу предложить приобрести образ мышления здорового человека. Ориентироваться на здоровье. Как укрепить здоровье, как восстановить здоровье. То есть образ мышления, образ мышления, чтобы наш был направлен на здоровье. И все наши мысленные ориентиры какие-то, то есть по питанию, по вообще образу жизни были направлены на поддержание этого здорового образа жизни. Сейчас со всех сторон человека в современном социуме принуждают потреблять те или иные товары. Многие из них, если это связано с пищевыми продуктами или бытовыми, многие из них являются не до конца полезными для человека. И вот человек, приобретающий такой вот образ мышления здорового человека, он изначально видит пользу и видит вред, который может приносить тот или иной продукт или товар для него. Так вот я всех вас призываю не коллекционировать рецепты, а учиться мыслить о здоровье, учиться мыслить как здоровый человек и жить в соответствии с этими помыслами. Желаю всем здравости во всём, и в телесной, и духовной. В общем, быть добру, как говорится. Благодарю тебя за добрые и тёплые слова. Я всего лишь навсего напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 марта 2017 года, вторник, по одному из старинных шестой день месяца пробуждения природы 8.525 лета «Осмица». Мы говорили со сказителем, со ведущим, главным со ведущим, сказителем Захаром Белийским, Арирадом по теме «Русское целительство своё многообразие». Благодарю тебя, Арирад, за то, что ты потратил столько времени своего драгоценного на то, чтобы нам рассказать что-то и поведать из своего опыта. А также благодарю всех наших радиослушателей, которые поддерживали эфир в чате своими вопросами и репликами, в чате Народного славянского радио и в чате нашего канала Ютуба. Что ещё вам сказать? Напоследок, если вы считаете, что Народное славянское радио на самом деле является необходимым проектом, необходимым каким-то направлением в жизни человека, здравомыслящего человека, который желает жить по совести в ладу с природой и жить в условиях державы, то в этом случае принимайте участие в создании радио, принимайте участие в поддержании радио, в распространении информации о нём. Потому что если знаете только вы что-то хорошее, доброе, это ещё не говорит о том, что другие люди без вашего ведома, без вашего усилия об этом тоже узнают. Добром надо делиться. Добро от этого меньше не становится, оно увеличивается. Наша задача — делать добро. Давайте вот будем это как раз делать в жизни, чтобы жизнь стала лучше и добрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всё нужно, всё важно.